в эфире русская служба новостей подъем среда 1 июня но мы настаиваем сейчас 341 бмв толкается на киевке он наоборот бмв 341 с мигалкой пытается проехать а перед ним на volvo а перед ним на volvo человек выставив руку в окно сам себя аккомпанирует и напевает мы думаем вот это вот сказать вот так рукой делает рукой делает в окно а тот который сзади в бмв начальничек пьяный исходит скотина пьяный исходит в эпилептическом скотина припадке понятно да вот это за джиданской мум папа годи прострелитель мум папа не випок кэжэдо кэжэполька кэжэдонсэлаполька 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 какой он хороший какой он хороший какая животная эта эта мразь с мигалкой скажи берем пример ха ха кто хороших а я вам спасибо тебе огромное ты меня обрушила высотская есть песня такая я гений прочь сомнения даешь восторги лавры и цветы вот две строки я помню это чудное мгновение когда передо мной и явилась ты и про овощи из Европы раз уж мы про Европу заговорили если еще вчера были огурцы помидоры то сейчас все овощи из Европы сама эта бактерия могла родиться в Европе или она обязательно откуда-то пришла есть конспирологи которые считают что это каддафи еколи вот это вот эшерихияколи да вот она скажи пожалуйста она родилась в Европе или она импортирована какими-то ну пойди знай плохими то есть там нужно ли искать руку плохих в общем короче я считаю что это очень полезно в любом случае даже если ее там нет этой руки то если мы ее примем это кому-то будет нужно мы сможем тогда плохих уже точно забить до конца потом я невероятно доверчив я невероятно доверчив и некоторые виды овощей я стерилизую стерилизую потирая об штаны это я беру например огурец и тру его об джинсы ну так вы же его со своей грядки берете нет я беру его магазинным я тру его об джинсы мне кажется что это радикальнейшим образом стерилизует овощи нет? ой Сергей мойте руки пожалуйста перед едой я вот а джинсы? буквально недавно из больницы мытье джинсы перед едой братцы вот в чем дело третя яблочко об джинсы значит или огурчик третий об джинсы мытье джинсы перед едой правильно? конечно после с regulation на ярославке возле вавилона а 166 мр с горящим ведром везет бобенку чью-то и никто его не пропускает А вот бабенка должна взять этот самый матюгальник и кричать в него, мне кажется Голову прострелю, голову прострелю, прострелить тебе голову, скотина Вот так она должна Ну чего ты дожидаешься, потом уже примирительный такой головой Она же покричит, тебя везет, 166 А, 166 МР с горящим ветром на Ярославке у Вавилона, покричи Ну чего ты дожидаешься? Да что тебе жалобный голос? А что, а что так надо? Нет, а он примирительно кричал, вот тот на видеозаписи Он сначала говорит, ну чего ты дожидаешься Примирительно, да? Да, 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 никто не обратил Ну ладно Все, кто накупил золото, должны пойти и повеситься Я совсем маленький помню, почему-то я украинского же не знаю, как ты хорошо понимаешь, кроме черевичек Я очень хорошо знаю слово черевички Ну вот, значит, это из Гоголя Но я не знаю, но я помню, как мне бабушка, моя Луша, Лукерья Рассказывает страшную сказку И там, она не умела говорить по-русски Она мне говорит Ивасику, Телесику, приди, приди до мене Как-то вот так эта сказка звучала Там Ивасик Телесик, Ивасику Телесику С ним что-то хреновое приключилось, его съели в результате Понимаешь? Да Войти в ухо коровы, потом вынырнуть из другого и так далее Непрерывный анимализм, грязь и чего хочешь Вот что такое детские сказки Каннибализм на каждой странице На каждой странице каннибализм Когда ты доходишь, слушай меня Когда ты доходишь, наконец, до Андерсона Девочка со спичками умирает на улице Петербурга Голод, Петербурга, прости, Копенгагена Значит, и такая же умирала в Петербурге И Сонечка Мармеладова, пожалуйста, Достоевская А, это не сказка, но неважно Слушай меня Значит, они все умирают непрерывно от голода, холода Гензели Гретхен Приготовлены на съедение И старуха-людоедка в сахарном домике Собирается съесть Гензеля А родители их до этого отводят в лес? Да, 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 конечно Ну да, а как Гензели? Морозка, сплошное скотство Морозка, скотство на скотстве Ситтель, виттель, трататыттель А я пойду и проживу ее Эту среду, первое июня В эфире русская служба новостей Подъем Четверг, второе июня Я научил пить ром с кока-колой Сенатора Пугачева Сергея Пугачева Который, да А до вас он их перо раздельно? Нет, когда я встретил сенатора Пугачева Он был бородатым мужчиной Приверженным православной традицией в быту Ну, после встречи с вами? Да, нет, именно Православной традицией в быту После встречи со мной Он купил дачу в Бьярице А я научил его пить ром с кока-колой Притом ром я приносил сам с собою А и кока-колу я приносил с собою Потому что в доме В доме, где Трудился этот выдающийся православный джентльмен Не было ни того, ни другого Мне приходилось Притаскивать и то, и другое Представь себе А что вы скажете Они показывали друг на друга к пальцам и хохотали Они шутили Как юмористическая передача современного русского телевидения Ну, согласитесь, вы могли и без теста определить, чем они только что занимались, да? А они косяк передавали друг другу Была на Соловках? Нет Совершишь паломничество однажды? Обязательно Отец Отец он умный Тогда еще слабо представляли, что такое командировка в Чернобыль, 76-й, говорит Ничего себе мы представляли, что это смерть Чего-то мы не представляли Какие-то к нам колеса мыли непрерывно и так далее Какая-то глупость Так А? Чтобы мы не приняли радиацию Колеса мыли все время Да, да Какое-то невероятное ощущение тревожности Потому что я туда ехал, мне было хорошо Но когда начали мыть колеса, мне стало подташнивать от этого Правда Когда тебя начинают мыть колеса непрерывно Потом мыть машину, потом мыть колеса, потом мыть машину Тебе начинают подташнивать, потому что ты чувствуешь, что это какая-то жопа А у вас постоянно спрашивают, как вы себя чувствуете? Да, а ты чувствуешь, что это жопа какая-то Ты думаешь, боже, может мне не надо было сюда ехать, ты говоришь себе Но уже ты приехал, ты уже все равно приехал А что делать-то, понимаешь? Есть такая песня, знаешь песню эту? Нет Есть шо кушать, есть шо пить На Украине есть шо кушать, есть шо пить Пить будем девушек любить А я пойду и проживу его Этот четверг, 2 июня В эфире русская служба новостей Подъем Понедельник, 6 июня Интересно В Мариуполе холера Холера Название такое? Да Вообще никого не правят Это Украина, Мариуполь И довольно унылое местечко Это местечко находится на Азовском А вы там бывали? Я там бывал, я там ехал проездом Я пытался заправиться там газом На собственной восьмерке Которая была оборудована газом Может быть Неожиданно в каком-нибудь 89 году Вот, так что в Мариуполе я бывал Да, бывал Может быть Около часа Может быть полчаса Это фундамент Надо делать, чтобы его делали те Кто будет складывать сруб Чтобы не бухтели Что свая им кто-то неправильно поставил Сзади стояла скорая помощь С мигалкой Ну, уже отчаялась и выключила А, видно, там помер кто-то И он по совести выключил Смотрите-ка Пока живой А когда уже трупик Можно и без мигалки Наверное Да, пока живой Слышишь, как скорая помощь Потом Потом И все А потому что помер пациент И нефиг Или наоборот, Сергей Ему стало лучше Ну, давайте будем Ускочил И говорит Батя, где тут у тебя дверь открывается, батя Я лучше пехом пойду Любые театры и кино Это школа дьявола Я тебе сколько дал времени На то, что ты выучила Что-то из Пушкина Я тебе 8.33 Нет, 8.33 Я тебе сказал Через минуту спрошу 30 минут у меня было 30 минут Сколько ты выучила? Томиков Томиков Сколько? Слушай, мне хочется Ты слышишь, я испытываю Непреодолимое влечение К музыкальной аутоэкспрессии Ты знал об этом? Конечно Я время-то время Люблю что-то спеть Позволь мне Спеть тебе из Пушкина Ну, давайте Давай, ну, конечно Ну, конечно Да, прошу Это я играю на фортеписе Да Помню чудное мгновение Передо мной Сердей сложил руки на груди И глаза от неба И грусти безнадежной В тревогах шумной суеты Звучал мне долго голос нежный И снились Милые черты Ты Я так не могу, Тоненько? Ты Вы так не могу? Хорошо получается Почему? Снились Для этого надо ходить Милые черты И снились Милые Я так не могу, Тоненько? Мне надо Что-нибудь отрезать тогда И как-то Потренироваться С отрезанным Как-то петь Шли годы Бурь Порыв Мятежный Рассеял Нет, ну, почему он так Говоришь Я сейчас могу ему подпевать И снились Милые черты Шли годы Бурь Порыв Мятежный Просеял Прежние Мечты И я забыл Твой голос Нежный Гитару возьмем Нет, не возьмем Нет, не возьмем Я забыл Твой голос Нежный Твои Небесные Черты И я забыл Твой голос Нежный Твои Небесные Черты Что-то такое Цыганское Слушается В этом, нет? Давай Ты декламируй Теперь Я свое Прошел Давай Пушкин Ац Пушкин 212 лет назад 212 лет назад Я его закрыл Я думала, что Вопрос Я открывала Тут Текст Ац Пушкин 212 лет назад Родился Все время Пьянствовал Со старушкой Бабкой Со своей Нянькой Абсолютно Непрерывно Значит И Вот В какой-то Такой Вот В дыму Этом Алкогольном Все время Писал Что-то Про Наталью Гончарову Которая В свою очередь Жила Насколько я понимаю В Яропольце Под Истрой Она жила В Яропольце Он Хрен знает Где сидел С Ариной Родион Непрерывно Пьян Как скотина И ей писал Вот Я помню Чудное мгновение Строки Из Высоцкого Насколько я Приколю Да 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 Память потрясающая Я У Высоцкого Есть песня такая Я гений Прочь сомнения Даешь восторги Лавры и цветы Вот две строки Я помню Это чудное мгновение Когда передо мной И явилась ты Понимаешь Это Высоцкий Создал это стихотворение Я вот сейчас А Пушкин Он естественно Он перепевал Высоцкого Как это многие делают Не о Куджаву Внимание А Высоцкого Пьяный Сариной Родион А Наталья Гончарова Сидела в Яропольце Под Истрой В доме отдыха Мы знаем Там итальянские липы Растут Дом отдыха Очень красивый Она видно Там занимала Где-то в конюшне Сейчас из конюшни Там еще в советское время Из конюшни В Яропольце Сделали превосходные номера Она наверное В конюшне Там сидела В каком-то из денеков И так далее Ну что Давай Ты декламируй Поехали Жил-был поп Колоконный лоб Антиклирикально Антиклирикально По базару Посмотреть Кое-какого товара Настоящий ему Балда Идет Сам не знает куда Че батька Так рано поднялся Че ты взылскался Оп ему в ответ Нужен мне работник Повар Конюх И плотник А где мне найти такого Служителя Не слишком дорогого Или молдаванин А балда говорит Буду служить тебе Славно Усердно И очень исправно В год за три Щелка тебе полбу Есть же мне давай Вареную полбу Тут я обычно говорю Полба, Катенька Это такой суп Все-все-все-все Думал, что Менделеев Великий ученый Оказалось проклятый Колдун-алхимик Известия на моей памяти Все, кто их покупал Пытались что-то с ними сделать Вот все, кто покупал Известия Известия Все, кто там работает Говорят, что газета Уже не та, что была прежде Значит, газета Газета уже не та, что была прежде С 1912 года Постоянно Она не та, что была прежде Вот Там, насколько я помню Главное заключается в том Что туда ходят в присутствие Прекраснодушные шестидесятники Прекраснодушные шестидесятники Запираясь там в кабинетах Курят Со значением Курят со значением А среди них Говоря о главном Да, я навещал это дивное местечко Еще до Анексима Анексим пытался разрушить Известия, вы знаете Голембиовский увел за собою Стайку шестидесятников Тогда в новое известие Вот То есть там каждый, кто приходит Пытается искоренить Шестидесятничество Дух безделья Праздности И праздная аристократизма С курением И выпиванием плохого Действительно скверного чая И абсолютно скверного кофе Они пьют плохой скверный чай Советская интеллигенция, короче Да, абсолютно Во-во-во-во Нашла слово Господи Я все думал Как назвать этих людей Это советская интеллигенция Причем не техническая А творческая Да, да, понятно Это советская интеллигенция Я не знал слова Я все время гадал Как же их назвать Это шестидесятники Они пьют скверный чай Они пьют абсолютно унылый кофе Они курят в кабинетах, что абсолютно дико несовременно и все такое. Понимаешь, да? Они при этом сидят в пижаках с усами, они носят усы. Их женщины лукаво усмехаются из-под складок вот этого верхнего века, которое уже наплыло сюда, вот знаешь, такое? Вот. Это такое место, это такое место. Ты любишь шестидесятников, скажи мне честно. Ты любишь шестидесятников. Обожаю просто, обожаю. Их надо охранять. Земля пустит. Их надо охранять. Возил беременную жену по пробкам в роддом. Опомнился и стал возить небеременную акушерку домой к рожающей жене. Помнишь этот анекдот про Чукчу, когда Чукча едет в московском такси? Нет, не помню, напомню. Это совсем древний анекдот. А я обычных не знаю. Мне стыдно. Ну, ты послушаешь, ну, хорошо. Ты должна восполнить эти лакуны в образовании. Обязательно. Едет Чукча, а московский таксист его везет. Бабка перебегает дорогу, Садовое кольцо, например, ночью. И, ну, неважно, пустой. И Чукча вправо, бабка вправо, Чукча влево. То есть, таксист, 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 таксист влево, бабка влево. Таксист вправо, бабка вправо. Слышишь, как мечется на дороге, не понимает, что ли делать. И в какой-то момент таксист резким виражом уходит влево и оставляет бабку. Ну, понятно, да? Разминулся. И Чукча мгновенно кидается к двери, открывает дверь, бом, и убивает бабку. Они останавливаются, и Чукча говорит, однако, плохой белый охотник. Если бы не Чукча, ушла бы бабка. Ушла бы бабка. Думал, что без стоматолога не обойтись. Потом добрый человек рассказал мне о Забрусе. И, слава богу, живу без стоматологов. К Путину вступи, пожалуйста, голубушка, тебе можно. Да, я... Смотрите, заходим на сайт председателя... Правительства. Сайт председателя правительства РФ Владимира Путина. И вступаем прямо в правительство. Нахрен нам этот фронт? Иди в правительство. Нет, вы хотите... Смотрите, вы меня просили никуда не убирать. Не убирай. Значит, знаете, Капча какая? Капча какая? Подождите, еще до Капчи не дошли. Простите, делим кнопку справа. Капчероссийский народный фронт. Фио, пиши! Да подождите, щелка. Анношка, мою фамилию. Да мне... Там написать письмо на фронт. Написать письмо на фронт. На фронт, на фронт. Слышали? На фронт. И вступить. Нет, писать письмо на фронт. На фронт. Мы из тыла, что ли, пишем? Отмеченные поля обязательны для заполнения под звездочкой. Одно единственное было поля. Нет, а мы что-нибудь... Почему она сразу сообщает, что мы в тылу? Почему? Мы тоже, может быть, во фронте. Нет, мы еще не во фронте. Я пишу на фронт, а там кто? Это непонятно. Кудрин. Потому что я пишу в правительство на фронт. Да. Что это я пишу тогда? Я пишу, милый дедушка, забери меня от Седова. Вы пишете Фио. Что я пишу? Сверху. Пиши Фио. Пиши Фио. Что ж ты уклоняешься? Свое. Ну, свое... Напиши Растрига. Напиши Растрига. Это все равно я. Не важно. Растрига. Написала. Это и Фио сразу и есть. Да. Дальше пиши. Милый дедушка, забери меня от Седова. Нет, скажи нет. Нет, нет, не так, не так. Напиши, хочу стяжать славу на полях сражений. Хочу стяжать славу на полях сражений и повергнуть... Змея. Не, просто врагов. Я повергнусь супостата. Напиши, супостата. Свернуть супостата. Сергей, это уже какие-то антиправительства. Ничего тут нет. Почему? Нет, ничего нет. Антиправительства до сих пор не было. Нет, мы же не говорили о кровавой грибне ни слова. Нет. Значит, повергнуть супостата. Давайте скажем. Не скажем. Не скажем. Пиши теперь все. Хватит. Все, точка. Хватит. Хватит. Дальше капча у нас. Капча. Кириллическая. В первый раз в жизни я видела кириллическую капчу. Да. Следующего содержания. Напиши. След плов. След плов. След плов, притом курсив. А я сейчас... Можно я ошибусь и посмотрю следующую капчу? У меня это... След плов, это очень интересно. Напиши. Нет, напиши кириллической. След? След рис. Рис. Ага. След рис вместо плова напиши рис. Отправить. Отправить. Он говорит, неверно введены. Теперь фэн бой. Пришла новая капча. Фэн бой. Сейчас фен гель. Фен гель напиши. Фен гель. Так. Отправить. Неправильные видены слова. Нара кедр. Нара. Новая капча пришла. Нара кедр. Напиши нара. Юлко. Ну хорошо. Написала вывхохаль. Ну что ты? Ну ладно, все равно. Неправильно введены. Гном гонг. Гном гонг. Пиши. Это Пелевин, Сергей, это настоящий Пелевин, я пытаюсь вступить в Народный фронт, через Петерстына и Пелевина, Гном Гонг. Гном, напиши Ганг, Гном Ганг. Эльф Ганг. Эльф Ганг, хорошо, давай, капча приходит каждый раз очень. Кекс. Кекс, Воз. Я не могу, еще хочется. Кекс, ООН, я же. Кекс. Кекс, ООН. ООН, давай. Неправильно введены слова. Коли враг. Коли враг. Коли враг. Коли друг сейчас. Коли друг. Ну да, и на капче шикарный, ребят. Лиса тьма. Лиса тьма. Нет, это сер. Это сер. День рождения Пушкина. День капчи заполняет. Ну что? Ну что? Ну это сумасшествие. Почему ты так считаешь? Нет. Наоборот. В честь дня рождения. В честь дня рождения. Напиши, лиса тьма. Лиса тьма. Лиса тьма надо было. Хорошо. Я по этому самому. Посылал ману Ружде, да. Давай. Да. Давай. Саша Клен. Все. Саша Клен пишет честно. Саша Клен пишет. Клен, и он е за е пойдет. Клен. Все, да. Поехали. Саша Клен. Ваш письмо отправлено. Уважаем пользователи, ваше письмо отправлено. Я вступил в фуа-фронт. Нет, оно только отправлено. Подождите. Настюха, Настюха, а ты вступила? Ответа, обратной связи нет. Ничего не исполняется назад. Настюха, а ты-то вступила? Я-то? Я под именем Растрига. Нет, ты что? Они IP сейчас вычислят. Подождите, вот мы сейчас программу закончим. Я не понял. Я тебя не понял. Она отправила лодку со мною в Народный фронт, а сама ну не стервь, а? Ну что ты сделал? Ты же осталась. Ты же осталась на берегу. Надо было написать и я в конце письма. И я тоже. Прошу принять. Она оттолкнула. Она меня запустила в Народный фронт. Что ты творишь-то? Алло, здравствуйте. Да, что-то срочное. Это что-то? Да, спасибо. 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Давайте тогда его и пометим. Давайте здесь напишем честно, шизоферия. А я пойду и проживу его этот понедельник, 6 июня. В эфире русская служба новостей. Подъем. Вторник, 7 июня. Как вам новость? Золото подорожало в понедельник на опасениях за мировую экономику. Хорошо. Нежно. А что вы скажете за мировую экономику? Это кто пишет? Это РИА новости. А что вы скажете за РИА? А что-то агентство какое-то. А с хоть несколько лет золото будет. За мировую экономику, сейчас я вам скажу, что-то. По Ярославке пробка начинается около Королева. Ну, давайте теперь так будем нести правила. Надо так как-то, слышишь? По Ярославке пробка начинается около Королева. Домка до минут 40 ходу. А что такое? Я не понял. Я боюсь, я не смогу подхватить, правда, к сожалению. Нет, а ты назад. А как назад-то? Я тоже заскочил туда, и теперь назад не троню. А назад не надо. Ну, это обратно, это тяжело, конечно. Где другая пробка, ты говоришь? За мировую экономику что-то забеспокоило с РИА новости. А золото подорожало. А где-то мировая экономика, чтобы я так жил, боже мой. Фриковатые, отстойные придурки. Почему ты, извини, считаешь женщин как мужчин? Двое человек. Женщина, а не человек. Двое пострадавших, двое пешеходов. Значит, было шесть, а не шестеро. Шесть женщин. Женщины считаются как вещи. Значит, шесть табуреток, шесть женщин, ну и так далее. Шесть тарелок. Шесть тарелок. Не шесть, а шестеро мужчин. Мужчины считаются как люди, женщины считаются как вещи. Понимаешь? И животные. Например, шесть коз, шесть женщин, шесть коров, шесть собак. Извини, я не хотел тебя обидеть. Шесть козлов, Сергей. Это русский язык. Тоже. Шестеро козлов. А, подожди. Шесть козлов. Шесть козлов. Вот правильно я и хотел именно подметить, что мужчины считаются отдельно. Шестеро мужчин, но шесть козлов и шесть женщин. Женщины и козлы, и козы одновременно считаются, как вещи и животные. Понятно. Кого подозревают в убийстве Миши Галустяна? Когда все сгорит, гореть будет нечему. Мы должны дожечь Россию до магмы. Вот там магма, знаете, в середине Земли магма. Это такая кипящая железо. Железо там внизу, ну, внутри Земли. Вот когда мы здесь сверху дойдем до магматического слоя, то есть мы магму сверху, а она магма там снизу. Когда мы здесь сольем эти две магмы, гореть уже будет нечему. Понимаешь? Понимаю. Значит, надо быстрее дожечь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Древний анекдот советский про это, слава Богу, это не мой муж. Нет. Ты не знаешь древних анекдотов. Ты не знаешь древних анекдотов. Расскажите, пожалуйста. Идут три женщины по пляжу на юге. Понимаешь? Уже смешно, но... Да. Значит, лежит обнаженный мужчина. Голова его накрыта газетой. Он обнажен. А головы нет. Да-да. Первая. Ой, что это? Ой, слава Богу, это не мой муж. Вторая. Правда, это не твой муж. Ой. Третья. Девочка, она вообще не из нашего города. Понятно. Вот. Понятно, да. Союз нерушимый. Все уже. Республик свободных скалала. Великая Русь. Да здравствует созданный волей народов. Великий, могучий Советский Союз. Пам-пам-пам. Славься Отечества. Давай, слушай, мормоны образовали у нас церковь. Да. Теперь настоящую большую, большую, большую. Холл. Мормоны. Ты когда-нибудь читала книгу «Мормоны»? Никогда. Я читал. На каком языке? На, сейчас вспомню, на разных. Я тебе скажу, меня мормоны опыляли этой своей книгой, может быть, раза четыре за всю мою жизнь и путешествие. Однажды мне подбросили книгу «Мормона» на испанском языке. Это было в каком-то испанском городишке небольшом. Вот. Может быть, в Аликанте. Сейчас что-то я припоминаю. Вот. Меня подбросили. Притом подбросили, прадбросили просто. Я ушел. На моих вещах раз лежит книга «Мормона». Я возвращаюсь. Понимаешь, да? Да. Подброс такой. Потом мне книгу «Мормона» вкинули где-то в Латинской Америке в гостинице. То есть, когда я заселялся, там была только Библия. Там всегда Библия лежит в тумбочке. А потом шварк на те книги «Мормона» лежит такая. Вроде как нечаянно оставленная на комоде. Понимаешь? Вот. И так раза четыре, короче, раза четыре мне подбрасывали книгу «Мормона». Один раз меня агитировали «Мормоны» в Лейквуде, штат Нью-Джерси. Решив, что я... На улицу подошли. Да, они сказали, что я поляк с виду. И поэтому, потому что там весь город Мексы или Хасиды, евреи. Мне они сказали, что поскольку я не Мекс и не Хасид, то, вероятно, я Мормон, и мне нужно читать книгу «Мормона» на польском. Почему я должен был читать книгу «Мормона» на польском, я не понял. Я прокричал им громко, если че польска не сгинела, и пошел дальше. Но что-то мне хотелось как-то соответствовать моменту. Вот. И так далее, понимаешь? На русском что-то я не помню. We will, we will, rap you. А я пойду и проживу его этот вторник, седьмое июня. В эфире русская служба новостей. Подъем. Среда, восьмое июня. Я, конечно, это насмешники сделали, но мы все равно позвоним. Давайте позвоним человеку, который насмешник ужасный. Я понимаю, что этот человек... Это на докторе киллерами нашли объявление. Сейчас посмотрим. Может, правда, там есть кто-нибудь? А, вы видите нас в линии? Может быть, там кто-нибудь запищит нечеловеческим голосом. А вот. Сейчас, врач, каризматолог, господин Эсмор. Сейчас мы спросим его. Ну, он не берет трубку, он спит еще. Видать, до поздней ночи ставит свои клизмы. Приемы, смотрите, суперпредложение для отдыхающих. Это мы читаем на докторе киллере. Объявление от руки написано. Да, на поляне открылся клизматорий. Клизматорий. Приемы ведет известный во всем мире врач-клизматолог Эсмор. Здравствуйте. Можно ли переговорить с врачом Эсмор? С кем? Врач-клизматолог Эсмор. Вы не туда попали. Здесь не врач, а это аюта. Что это, извините? Это каюта. А, каюта. Простите меня, пожалуйста. Извините. В зависимости от ваших пожеланий, вам могут предоставить следующие виды клизма. Клизма успокаивающая. Клизма омолаживающая. Клизма антицеллюлитная. Клизма против сглаза. Клизма, возвращающая мужа в семью. Ты читала это? Это не менее четырех раз, наверное. Приворотная клизма, наоборот, уводящая мужа в семью. Ароматическая клизма. Клизма, снимающая запой. И клизма в последний путь. Ну, понятно, да. Бедный телефон. А потом покупателям сеанс уринотерапии бесплатно. Также обслуживаются свадьбы, дни рождения, корпоративные вечеринки и другие торжества. Нет, ну, в виду, Сергей. Телефон говорит. Скажи, этот человек насмехается над нами. Это понятно? Это прелестно. И это в тексте видно. Но другое дело. Он насмехается над действительно обскурантистским идиотским. Да, абсолютно. У нас армия натуропатов в интернете. То есть, на самом деле, мы представим, внимание, мы заслужили это издевательство. Мы, как общество. Абсолютно, да. Бесов, идиотов. И, и, и... Если, Сергей, если вычеркнуть слово клизма, то все и привороты, и что там еще, похудение, что там... Клизма, возвращающая мужа в семью, клизма приворотная, клизма в последний путь, омолаживающая, антицеллюлитная, против сглаза и так далее. Открыть любую газету. Это доктор киллер сообщества, вы знаете, это в ЖЖ. Это самое востребованное, что есть в нашем обществе. Ну, это общество. Теперь считаю... Ну, вы видели у другого вот этот вот крестный ход, Сергей. Дайте еще, крестный ход у другого, сегодня в топах. Крестный ход у другого. Мы видим, как люди идут 150 километров... Сейчас, секундочку. Они идут 150 километров с 3 по 8 июня, то есть они еще идут. Останавливаются на молебные водосвятия, великорецкий крестный ход. 25 тысяч человек. В прошлом году было 25 тысяч человек. Сергей, я ничего не знала. Армия, идет армия. Идет армия. Везут коллег на тележках, детей тащат. Идет армия. 25 тысяч человек. Сейчас идет. Сейчас. В данный настоящий момент. Понятно? Да. Великорецкий крестный ход с 15 века. С начала 15 века. Скажите, 15 век это чего? Это чего? Это сразу после Куликова поля 1380-й. 1380-й. Это в конце 14 века. Понятно? Да. Значит, после Куликова поля, через 20 лет, начали ходить по Великой реке. Великорецкий крестный ход. И сейчас идут 25 тысяч человек. Ясно? В этом спасение России. Идут с 3 по 8 число. Пока они ходят. Спят все 25 тысяч. Да. Значит, Клизма омолаживающая все. И так далее. Понимаешь, с кем мы... Ну, в смысле. Блок Германа Стерлигова. Читала? Читала. 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 Тоже в ЖЖ. Энциклопедия моих ошибок. Нельзя жить с собаками в одном доме, потому что, получается, живешь в конуре. Грешно. Большинство коров покрываются не быком, а бабой-ассиминатором. Таких коров лучше не покупать молоко от них, не пить. А то будет рак. Знаешь, да, я ему сказала? Если баба-ассиминатор осеменяет корову, то человек, который пьет молоко от такой коровы, будет рак. Герман Стерлигов. Просто, чтобы было понятно. Я тебе характеризую общество до какой-то степени или нет? Да. Да. Ну, так вот, хорошо. Смотрите. Значит, фундамент. Надо делать, чтобы его делали те, кто будет складывать сруб, чтобы не бухтели, что сваи им кто-то неправильно поставил. Нужно класть бересту или рубероид. И так далее. Здесь Герман Стерлигов рассказывает свои убеждения. Любые театры и кино. Это школа дьявола. Да. И так далее. Да. Да. Там я думал, что вакцина это прививка от болезни, а это прививка от болезни. 22 пункт. То есть Герман Стерлигов. 22 пункт. Думал, что Менделеев великий ученый. Оказалось, проклятый колдун-алхимик. Возил беременную жену по пробкам в роддом. Опомнился. Стал возить небеременную акушерку домой к рожающей жене. И так далее. Смотрите. Думал, что без стоматолога не обойтись. Потом добрый человек рассказал мне о забрусе. И слава богу, живу без стоматологов. А забрусе-то? Не важно, что такое забрус. Забруся-нибудь какая-то. А вы боитесь, что я переметнусь в стан забрусцев? За час или за ночь? Да, простите. Конечно. Так. А я пойду и проживу ее эту среду, 8 июня. В эфире русская служба новостей. Подъем. Четверг, 9 июня. Помните старый, простите меня за этот ужасный анекдот. Старый анекдот про школьницу, которая пришла к педофилу. Не помните, нет? Нет. Нет, слушайте, нет. Ну, Машенька, она приходит. Она приходит к нему в фарточке, в передничке, значит, с косичкой заплетенной. С бантами. С бантами. Это самое. Говорит, дядя Федя, ты же обещал ежика показать. Приходит в 9, в 9, в 9 утра. В 9 вечера, простите. В 9 вечера. А он ей говорит, Машенька, говорит, голубушка, а что ты с ранцем пришла? Она говорит, а наутро же в школу. Ну, это гораздо серьезнее. Спасибо. Нет, ну, есть такое. Старинный анекдот. Сейчас я говорю, а старинный анекдот. Старинный, старинный. Не надо говорить, что это все в последнее время появилось. Вот это? Да, вот это же было всегда. Нет, это мой анекдот у лет 10. Ну, он не такой, чтобы лет 40. Нет, это мой анекдот у лет 10. Он говорит, зачем же ты с ранцем, голубушка? Она говорит, так на завтра в школу уже. Завтра же в школу. Мотик бьет вам... Бьет мотик по-разному, Антон. Да, когда он особенно падает на меня сверху из какой-нибудь канавы. Я лежу внизу, а он сверху. И раскаленной трубой прожигает мне штанину. Бывает, впечатляет, да. Дурки переполнены, мест не хватает, проблема. Значит, смотрите, вопрос. Российская армия будет брать психов на службу. Там помощник гранатометчика, кладовщик. Алло, здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Анатолий, 40-летний в стаже психиатра. Скажите, пожалуйста, Анатолий, вы думаете, в каждом подразделении должен быть свой псих? Как бы на каждой должности? Например, кладовщик Ольга Фрэн, начальник подразделения, эпилептик, там и так далее. Или все-таки создать такие диагностические подразделения, дивизия эпилептиков? Обязательно нужно создавать диагностические подразделения. Например, с вредом обкрадывания, там, обнищания, кладовщиком поставим. Параноики, все вперед, в атаку, в первых рядах. Эпилептики, все сидят в штабе. А почему? Позвольте, мне нужна аргументация. Пожалуйста. Эпилептики очень тщательно все продумывают, очень аккуратно все делают, записывают. Точат карандаш, точат карандаш. Да, точат карандашики, очень аккуратненько, тоненько. Следят, чтобы не было пыли на столе. Да, да. Так что, да, да, вот аккуратность, это их самое главное. Ну, а то, что они там немножко недержанные, бывают у них припадки, ничего, это же не постоянно. Это же раз в две недели примерно их коллупит. Ну, да, да, а то я раз в месяц, так что ничего страшного. Ничего страшного. Да, хорошего больше, чем плохого. Значит, олигофрены, нет, вы сказали с тяжелой информацией. Нет, олигофрены будут регулировать движение. Регулировать движение. Так, остались кататеники, которые капели в цепь, помните, красиво идет интеллигенция. Да, кататоники, кататоники. Кататоники, я думаю, это как раз красиво идет интеллигенция, это шли кататоники как раз. Да, 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 да. Кататоники, это мы их пустим во время военных парадов. А, потому что они абсолютно не эмоциональны. Да, абсолютно не эмоциональны, механически ходят как роботы, красиво со стороны и безопасно для окружающих. Мы кого-то забыли, гипифреников, послушайте, я себя забыл. Мы забыли гипифрени. Гипифрения, гипифрения, гипифрения это самый такой страшный симптом. Это у меня? Нет, нет, у вас нет гипифреников. Нет, жалко. Да, это вы на себя просто напрасливы. Наговариваются, я вам расскажу одну историю, хотите историю? Коротко, про наговариваете, у меня вдруг всплыло. Я когда-то сидел с Лигачевым, Егор Кузьмичевым, значит, сидел с Лигачевым, и я ему говорю, он мне говорит, вы знаете, Сергей, вы, в общем, конечно, наш товарищ, он мне говорит. Это еще лет 15 назад. Вот, а я ему говорю, знаете, я говорю, Егор Кузьмич, все-таки другой раз ловлю себя на том, что я оппортунист. И он так возбудился, чуть привстал и сказал, Сереженька, не наговаривайте на себя, не наговаривайте. Вот я тоже прошу, я тоже прошу, не наговаривайте. Мне хотелось бы быть гибифреником, просто я говорю, я хотел бы просто, может быть, у меня когда-то получится. А что делают гибифреники? Гибифреники, они чрезвычайно активны, агрессивны, опасны. Я думаю, что их лучше всего, ну, в разведку за языком. Как они же хохочут все время, например. Нет, 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 нет. Как это, нет? Нет, нет, они не хохочут. Ну, подождите, ну, был же случай с известным гибифреником в Измайловском парке, который еще в советское время там собирались старики, и среди них был гибифреник, который выбивал палочку у стариков, которые в кустах присели с хохотом. Нет, это гибифреник. Я думаю, что это ошибочный диагноз. Диагноз? Только больной в таком маниакальном состоянии. Да, спасибо, вот таким бы я хотел быть. Спасибо, спасибо. Слушайте, нет, правда, был такой старик, который бегал по Измайловскому парку, и если старичок какой-то, они подолгу сидели, старички, там, и если старичок где-то в кустиках присел, опираясь на палочку, то был такой больной гибифреник, который забегал сзади, выбивал с диким хохотом палочки у стариков, когда они падали назад, еще сильнее хохотал. Хотите, я вам определение гибифреники. Давайте. Давайте. Геббас, юность и фрэнос, разум. Да, то есть это юный разум. Психопатологический синдром. Юный разум, это я. Церезует наличие и поведение выраженных черт детскости и дуражливости. Вот вам три признака. Гимнастические сокращения лицевой мускулатуры и гримасничьи. Гримасничьи. Это у вас нет. Нет. Ну, я постараюсь. Финомен бездействия мысли, безмотивное действие поступки. Есть обособки, не являющиеся ни импульсивными, ни необословленными патологическими мотивами. Это у вас тоже нет. Непродуктивная эйфория. Есть, есть, мать, есть. Непродуктивная эйфория есть. Бессодержательное веселое настроение. Есть. Это все. Есть. Значит, у меня что осталось? Гимнастические сокращения лицевой мускулатуры, гримасничьи, и феномен бездействия мысли. Вот что мне осталось. Слышишь? Да. Феномен бездействия мысли. Будем работать. Господи. Ну, есть над чем работать. Ты не видела людей после МБА? Я видела. Ты видела людей после МБА? Ты видела это жалкое зрелище? Я видела. Ты видела. Первое, что нужно сделать... Я не подарил себе год развлечений. Ну, хорошо. Первое, что нужно сделать с человеком после МБА, что? Каким-то образом забраться к нему в мозг и тщательно там прибраться. Потому что там помойка настоящая. Там настоящая помойка. И состоящая из штампов. Какие-то завалы арматуры, я бы сказал, у него в мозге. Я должен сказать какие-то заветные слова. Сейчас их скажу. Смотри. Алло. Здравствуйте. Да, слушаю. Здравствуйте. Это по поводу движений. Да. Скажите, что там движение. А с Сергеем Даленком я не могу прямо... Не можете. Почему не можете? Я не знаю, почему. А, может быть, смотри как. Он не может прямо со мной разговаривать. Только вам, Сергей, он расскажет. Где сейчас пробка? Я не понял. Слушай, он говорит, что я не могу прямо разговаривать с Сергеем Даленком. 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 А? Ну, с Даленками с ними тяжело. С Даленками все время, хочешь, попрямее? А они, сучьи дети, все норовят извилисты как-то, а? Ведь вот такие, а? А у меня сегодня день рождения, пишет Крачковский. Да здравствует Крачковский. Слушайте, сейчас еще, значит, сын Крачковских. Потом внук Крачковских. Потом племянник Крачковских. Потом кот Крачковских. И он последний пришел. Кот Крачковских. А я пойду проживу его. А этот четверг, 9 июня. В эфире русская служба новостей. Подъем. Понедельник, 13 июня. Вы знаете, что все спят, нет? Доброе утро. Ходите на. Просыпайтесь. На сыпочках. На сыпочках. Сейчас чайку поставим. Слушай, нет, пока все спят. Бывает у тебя такое, что просыпаешься дома, и все спят? Бывает. Бывает, да. И ты, допустим, как идешь? На сыпочках. Воду включаем, чтобы никто не слышал. Не смотри, как. Собираешь свою маечку. Джинсики. А потом обязательно какая-то ложка упадет там на кухне. Носочки несешь отдельно, и думаешь, что вчерашние еще сгодятся, потому что они такими большими конскими катушками, такими смотанные носочки, и это как будто конь какой-то навалил носочки, понимаешь? И ты так берешь их, и тоже нюхаешь их, идешь, что еще сгодится, или нет, или может быть постирать, а может не надо, вот, понимаешь, вот так вот. А думаешь, а кто их будет нюхать, послушай? Кому они нафиг нужны? Да что, разуваться где-то будешь? Думаешь, ладно, пойду во вчерашних. Вот. Потом ты спускаешься и думаешь, поставить ли чайку? Поставить ли чайку? Так, чтобы не греметь, да? Так, чтобы не греметь, и какого с утра? Потому что ты думаешь, тайваньские улуны с утра кислят, северо-фунзианские улуны с утра неожиданно, может быть, нет, но нет. Нет, тягуанинь, может быть, не стоит, пока не ел. Ты думаешь, байхауэнжень, пожалуйста, отведайте. И в конце все-таки думаешь, к черту байхауэнжень, пуэрку, пуэрку, конечно, безошибочно. У меня хотелось бы так, Сергей, но у меня обычно бывает все в обратном порядке. Ну, расскажи. Ну, сначала просыпается Федор. Так, это сын. И начинает трепать меня за плечикой, говорит, мам, мам, мам. Ну, и дальше начинается тихонечко все равно, чтобы остальное не разбудить. Я его под мышечку на кухоньку, манную кашку, кофейку, ну, а там уже день начинается. Так он у тебя весит килограмм тридцать, как ты под мышечку. Ну, как, как, вот так приходится. Приходится зубы-то с ним на руках чистишь, потому что если, ежели его оставить одного в комнате, так он учинит беспорядок, шум, что-нибудь не то сделает, разбудит кого-нибудь. Он тебя общественно себя ведет. Да, абсолютно, его надо воспитывать. Зачем тебе гугель этот, твой гугель этот? Оставь ты гугель в спокое. И нашла теперь еще ее мобиль, который уже с ценными рендерами. Посмотрите, вам нравится? Давайте. Нет, не нравится. Нет? Нет, не нравится. А что мне может понравиться в ее мобиле, когда его делает Прохоров? А я испытываю живейшую антипатию к этому болезненно длинному и болезненно богатому человеку. Я уже говорил об этом. Ну, здравствуйте. А как же патриотические чувства? Послушайте, патриотические чувства к мутантам не могут возникнуть. Он выше меня сантиметров на десять. Из чего я абсолютно трезво рассуждаю, понимаю, что он мутант, существо болезненно неправильно обогатившееся и неправильно выросшее. Ничего хорошего в этом нет. Возможно, продолжающий растет. Правильно, отвратительно, конечно. Это какой-то кактус. Это вообще не человек. Это кактус. Он растет и растет. Сейчас ты будешь про него говорить, он еще вырастет на сантиметр. Зачем тебе это нужно объяснить? Я выше буду все. Ладно. Соря ходит с лицом, типа, все засранцы, я хороший. Так, смотрите, переговоры, переговоры, там нет ли там неприличных слов каких-то? Нет, абсолютно нет. Я вообще ссылку брошу. Да, давайте, киньте мне, пожалуйста, переговоры. Это по поводу Мезенцева, Мезенцев, Мезенцев, Мезенцев. Это губернатор Мезенцев, Иркутский. Вот. И там, в Иркутске, у них несколько скандалов подряд. Перед этим, вы знаете, сбили они человека здесь, в Москве. Да. И Мезенцев оправдывался, что это не его машина, а какая-то другая машина. А его машина совершенно даже. Ну вот. И теперь сам Мезенцев задержал на час самолеты Аэрофлота. Там, значит, там полный борт сидел людей. Самое забавное, кстати говоря, это то, что на самом деле никто не протестует. Скажи, вот это вот, что это за... А никто же не знает, что происходит. Вы посидите? Скажи, пожалуйста, губернатор Мезенцева опаздывал на самолет, приказал задержать рейс. Вот сейчас у меня... А, вот разговор, вот разговор. Секунду, сейчас я отмотаюсь назад. Секунду. Сейчас я отмотаюсь назад и дам людям послушать. Значит, это разговор. Аэрофлот рейс 748 в Иркутск. Секундочку. Давайте. И раз, два, три, поехали. Сейчас посмотрим. Что-то у меня здесь... А, знаешь, как обычно, когда даешь разговор, надо включить динамики на компьютере. Слыхала про такое? Сейчас, секундочку, я сделаю это. Сейчас будет совершенно другая картина. Ну-ка, 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 ну-ка. Аэрофлот 748. Добрый день. Аэрофлот 748, транзит, добрый день. С вами связаться, сказали, в чем дело. Сидайте, подъехайте. Подъедет первое лицо, а потом будете запускаться. А давайте вот первое лицо полетит на своем личном самолете, а я ввожу пассажиров. И у нас не литерный рейс, а рейс регулярный. И, пожалуйста, пусть ваше первое лицо не опаздывает на вылет. И тогда будет летать с нами. Я вас, понял, передам. Пожалуйста. А сейчас покажут, дайте. Я уже закрыл двери, и я никого не пущу больше на самолет. А мы вас не выпущем. Ну, а я тогда вызывайте автобус, я в гостиницу поехал. Транзит, аэрофлот 748. А, 748, транзит, отвечаю. Пожалуйста, давайте журналистов сюда, телевидение. Будем разбираться, по какой причине вы задерживаете рейс регулярный. Хорошо. Давайте, пожалуйста, всех. Представителя, пригласите, пожалуйста, аэрофлоту сюда, и я буду с Москвой связываться сейчас. А генеральный представитель подвески в курсе я ему сообщил. Мне ваш муж, аэрофлоту. Да, это генеральный представитель подвески. Хорошо, спасибо. Так, вот вы слышали, это разговор летчика. Разговор летчика, который на 748 рейсе из Иркутска летит. Он транзит, насколько я говорю. Слышишь, он говорит транзит? Да, да, он говорит транзит. Значит, он транзит, и ему в Иркутске говорят, стойте, приедет первое лицо. Приедет первое лицо. Слово губернатор не говорят, первое лицо у них там в Иркутске, губернатор. Стойте, подождите, не запускайтесь, будет первое лицо. А зритель не имеет права, потому что диспетчер его не выпустит. У него рабочий день начался уже, не то чтобы он только что отдохнул. Слушай, если он транзит, между прочим, если он транзит, смотри, по свидетельству пассажиров, 13.00, пилот действует согласно инструкции, дал команду начать движение на взлетную полосу. Они идут, едут, катятся. Значит, и дальше он начинает разговор со своим там, с диспетчером. Я такой-то, ну, борт там или он там, да? Борт такой-то, расшить, занять предварительный, занятие, ну, смотри, предварительный, исполнительный, да? Потому что у него два старта. Предварительный старт, исполнительный старт. Вот он выкатывается, катится в сторону предварительного. Так, что ли? Вот мне здесь пилоты нужны. 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0, если... Давайте конец еще скажем истории-то. Но он не смог, он при том ругался, чего хочешь, но его не выпускает аэродром. Потому что пока губернатор Мезенцев не явится, что бы он ни делал, может быть, он доедает, или, наоборот, проводит важнейшее совещание, или что бы то ни было. Но пока губернатор Мезенцев не явится. Кстати говоря, надо запросить, куда именно прилетел, то есть Мезенцев улетал куда. Ну, например, представь себе ситуацию, когда его, склонившись над картой, ждут, например, Путин и Медведев. Путин и Медведев, склонившись над картой, и все кричат, 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 говорят, а где же Мезенцев? Там все, ах, ах, и потом какие-то крики, типа, мать, перемать, а где же Мезенцев? А Мезенцев-то где? Мезенцева сюда? Мезенцева, да. И вдруг, а может он летел сюда просто развеется? Алло, здравствуйте, я слушаю. Алло, здравствуйте. Вы пилот? Я в теме, но я не пилот. Я знаю, о чем идет речь. Во-первых, он не транзит, а это просто позывной вышки был транзит. А, понял. Москва, Иркутск, Москва. То есть, ну смотрите, он москвич сам все равно, то есть он пришел да заправился летит назад, верно? Да, 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 он, причем у них очень строго с часами наработки, и помимо всего прочего, у пилота была бы проблема, если бы он стоял на полосе очень долго. Да. Ему бы пришлось просто отдыхать, и это были бы потери в зарплате у него большие. А, то есть он не смог бы поехать... Да, он не смог бы просто полететь. Было реально неизвестно, когда приедет губер. Да. Вот, и пилот уже начал психовать, потому что у него были проблемы в зарплате, были бы. Говорят, час, говорят, час прождал он. Ну, он не знал, сколько ждать. Он не знал, и он прождал час, и час на борту люди сидели. Все ждали губернатора, но смотрите, что интересно, забавно, никто из пассажиров не высказывает никаких претензий. Да, действительно так, и такой же случай был, правда, это в начале 2000-х, у меня в городе Урае, это маленький рейс был Урай, вот в Тюмень, ждали жену начальника милиции час. Час ждали жену начальника милиции, весь борт. Да, весь борт небольшой, АН-24, ну, местный рейс такой, 300-километровый. Понятно, ну, скажите... Вот, подстали жену начальника милиции, никто ничего не возмущал. Спасибо. Люди не возмущаются, и это самое интересное. Спасибо вам большое. А люди знают, почему они сидят, Сергей, вот когда я сижу в самолете? Да, 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 люди знают, потому что когда Мезенцев приехал, наконец, к трапу, он сам взял громкую, он взял громкую связь и извинился перед людьми. Ну, возмущаются, как же. Нет, 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 подожди, подожди. Значит... Подождите, нет, я сижу, подождите, нет, Сергей, давайте так, я захожу в самолет, сажусь. Да. Знаете, не знаю, кто там, чего со мной как летит. Уже сижу, смотрю в окошко, вся в ожиданиях. Самолет стоит, 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 никто ничего мне не говорит. Я понятия не имею, у него может быть неисправность или что-то там, может так обычно происходит. Как я могу возмущаться? Я сижу, жду, как суслик. Нет, на Аэрофлоте сейчас уже не так, слушай меня. Аэрофлот уже похож на... Ну, вот я тебе скажу эту смешную вещь, только не падай в обморок. Аэрофлот уже похож на западные... Ну, да, известно, скажем так, Аэрофлот одна из мировых компаний. Вот я тебе скажу осторожно совсем. Да. Мы сейчас подкрадывались, можно сказать. Да, значит, Аэрофлот одна из мировых компаний. Пилоты Аэрофлота ведут себя как их собратья, пилоты в других странах мира, в других компаниях. Ну, стараются. Значит, пилоты Аэрофлота уже не молчат, как раньше. Они уже тебе что-то говорят. Знаешь, они, конечно, не американцы, которые там, мы 20-е в очереди, братцы, там, такое, да? Значит, такого нет, такого нет, такого нет. Но все-таки, все-таки они общительные, они человеколюбивые. Вообще, в принципе, пилоты таковы. Вот вообще, в принципе, пилоты очень... Они люди, да. Нет, они не просто люди, они образец, они лучшие люди. Лучшие люди на планете пилоты. Значит, и я тебе должен заметить, что, ну, раньше как бы это было не принято. А сейчас принято общаться. Он не может час простоять, просто как додик, и ничего не сказать людям. Я этого не знала, что... Ну, конечно, он скажет. Ну, конечно, он скажет. Да. Плавное, арофлотом нелегало. На борту было быдло, спрашивает Киселев. Да, Киселев, да. Позвольте мне подметить вам, что на борту были какие-то такие, да. Вот, а никто, ни одной претензии, ни одной претензии, ни от одного из пассажиров. Алло, здравствуйте, я слушаю вас. Алло, здравствуйте. Ну, вот про пилота, вы знаете, вот мы где-то года полтора назад прилетели из Хургада во Внуково. Да. И нам пилот сказал, вот видите, мы стояли-стояли, как не высаживали. Он говорит, вот видите, он сейчас залетит в борт вот этого, как-то он его так смешно назвал, но не очень почтительно видного такого депутата, и тогда я смогу вас высадить. Причем он еще нам потом через некоторое время повторял, минут через 20, мы стояли тоже где-то около полчаса, ждали, когда какое-то это такое важное... Скажите, скажите, то есть это должен быть частный самолет уйти должен? Да, но мы даже не высаживали, должен был залететь кто-то, типа, то ли Грызлова, то ли Музлова, ну что-то... Почему, знаете, из Хургады Грызлова очень непочтительно. Из Хургады? И там был недоволен, что это во Внуково раскованный, так что они леди. Во Внуково или в Хургаде, скажите уже? Это было во Внуково, мы прилетели из Хургады рейс. Рейс из Хургады, он во Внуково, нас не высаживали, держали, пока вот какое-то там важнейшее лицо, так сказать, куда-то там не взлетит. То есть пилоты, пилоты на нашей стороне, пилоты на нашей стороне, пилоты за нас, за людей. Нет, конечно, нет, пилоты за людей. Сергей, у меня еще вопрос. А я, например, вот сижу в аэрофлотовском самолете, мне говорят, вот, ждем первое лицо. Да. А как я могу возмутиться? Я как пассажир, вот что, я что, должна вскочить, побежать, крикнуть, написать, позвонить куда-то. Я хочу в туалет, я хочу в туалет. Выпустите меня, у меня лучшая афобия там, что? Нет, а что можно сделать? Ну, я не знаю, вот пилотов надо спросить. А как помочь пилотам? Вот пилоты... Вот если бы захотелось возмутиться и улететь, не ожидая никого, тогда что? 7-8-8-10-7-0, например, нас не пускают. Вот мы сидим, мы сидим в самолете, да? Пилот возмущен, и мы возмущены. Как мы можем помочь пилотам? 7-8-8-10-7-0, 7-8-8-10-7-0. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Это Дмитрий. А вот мне хотелось бы понять, вот в отношении губернатора Меденцева, да? Вот он извинился перед пассажирами. А вы обратите внимание, кипиш поднял пилот, и видимо... Кипиш это, я не понимаю, по-русски скажите? Ну, то, что он начал кричать по зовете журналистов, я то, я все, я опять... Он в раздражении, он хотел бы ознакомить прессу, да? Да, и поэтому Меденцева вот это наверняка передали еще до того, как он в самолете оказался... Не обязательно. Начальника могли бояться прогневить. Ну, вряд ли. А во-вторых, вот смотрите, здесь интересная штука. Мы ведь все же ждем реакции, либо от Владимира Владимировича на эту ситуацию, либо от Дмитрия Анатольевича, чтобы вот они что-то сказали. Да. Потому что уже от другого, ни от кого ничего не услышишь, ничего не поймешь, и бессмысленно куда-то обращаться. Не совсем. То есть существует... Да, вы правы, что существует месседж, послание распространяется горизонтально и вертикально. Значит, на самом деле распространение послания горизонтально не менее важно, чем вертикально. Я... Вот, если позволите, я вам докажу это. Да нет, я не понимаю. Да, ну вы понимаете, да? То есть пилот, 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 человек с высшим образованием, образованный. Абсолютно образованный профессионал, делающий исключительную работу. Ну, пилотировать самолет, это работа исключительная, да? Очень опасная. Да, значит, вот, то есть это исключительный профессионал. Он апеллирует к прессе, к гражданам и к людям. Это значит, что существует потребность в месседже горизонтальном. То есть мы становимся горизонтально солидарной нацией. Это абсолютно ключевая вещь. Вот я, например, этому придаю гораздо большее значение, чем апелляцию кверху. А вы знаете, тут есть какая-то тихая штука. Во-первых, пилот, вот смотрите, он послушал правильный, он на нашей стороне. То есть ему тоже это не надо. И вот он от этого страдает так же. Ну, посмотрите, вот когда мы услышали, у реакции у людей, какая первая была, а что теперь будет с пилотом, наверняка уволят. Понимаете, вот страх-то в чем был? Что пилот за это еще и получит. Ну, понимаете, недостаток хороших пилотов сейчас такой, что он из аэрофлота перейдет в Трансайро. То есть совсем его травить не будут точно. Это не политика. Значит, он просто перейдет. Вот он будет летать на другой компании и все. Я вам серьезно говорю, нет, ну правда, ну правда. Нет, ну правда, я же ее реакция, это наша какая. Ну это правда, это правда, это характеризует. Вы правы, это нас характеризует, да. Пойти в суд это долго. Ну как я могу помочь пилоту? Вот как я могу помочь пилоту? Смотрите, я на этом борту сижу, например, да, условно говоря. И мы все ждем Мезенцева. Я понимаю, что пилот раздражен, а я ужасно раздражен. И вот я думаю, как мне помочь легально? То есть таким образом, чтобы пилот сказал, слушайте, у меня там буйный в салоне, например. Вот что я должен сделать? Ходить на ушах, что я должен сделать? Сейчас, секундочку. Мне может быть пилот какой-то поможет. 10.24, ой, ля-ля, слушайте, 10.24. Настя, дай мне минуту от обзора еще газеты. Договорились? Алло, здравствуйте, да, слушаю. Добрый день. Здравствуйте, вы пилот? Я хочу сказать по этому поводу следующее. Пока этих борчуков пороть на центральной площади каждого города не будут, они будут так себя вести. Не поможет. Все эти Мезенцевы и прочие... Не поможет, не поможет, понимаете? Поможет еще как? Ну как бы вам сказать, поможет, поможет, но усилит садомазокомпоненту в наших отношениях. Я вам хочу сказать следующее. Пока этих мерзавцев... Ну вы в ярость, я абсолютно согласен с вами. Вашу ярость я разделяю, но надо интеллектуально подойти, ребят. Ярость хороша, но это все прелестно, но дело не в этом. Значит, это только усилит садомазокомпоненту в наших отношениях. Нет, надо как-то умно их брать. Умно, понимаешь? Как-то надо их как-то за зебры, понимаешь? За зебры, я говорил, хватай за зебры. Помнишь? Единственное, что можно сделать, мне кажется, включить свой телефон и в Твиттер отправить какое-нибудь сообщение. Ну как-то надо их брать, как-то надо их брать, скотов как-то за зебры как-то их надо брать. Понимаете? Как-то нужен способ. Так вот, как говорят в Бразилии, жейкиньо какой-то нужен. А наоборот, может быть, что человек был умным в 20, например, вот как я, например, серьезно, а потом начал драться ближе к 40, например, сошел с ума окончательно. Ну да, если вы заразите шизофренией какой-нибудь... Нет, вот такое бывает тоже, наука это описывает. Внимание, это и есть в литературе. Это не этология, это психиатрия. Нет, это психиатрия. Спасибо, это про меня. Спасибо вам огромное. У меня было три сразу олигарха, три сразу олигарха одновременно в Каннах, в Антибе и в Ницце. И все были в одно что... Теперь слушай меня, слушай сюда, Настя. Я прошу у них. Это давно было, в 98-м году. Кризис, тут все рухнуло нафиг. Ну, помнишь, да, август? Август, знаешь, где я? Момент, момент, 16 августа, 98-го, где я нахожусь? Я нахожусь в Ницце. Что вы там делаете? С карточкой моста, банк мост Гусинского, прикинь. Снимается срочно? Ничего не снимаю, нет. Я обращаюсь к трем олигархам подряд, последовательно, с ничтожной просьбой, чтобы они дали мне до Барселоны яхту. Я говорю, ребят, мне в Барселону. И невероятно ломает лететь. Я говорю, хотелось бы сейчас погоду стать чудесной. Ну, такие бризы, такие бризы волшебные. Я бы хотел дойти на яхте, я говорю. Нифига! У каждого по две яхты при этом, чтобы ты понимала. У каждого по две яхты конкретно в Ницце, чтобы ты понимала. Потому что некоторые яхты в других местах сейчас находятся. Алло, одна под бывшей женой, другая под любовницей. Следующий. Одна под любовницей, другая под любовницей второго порядка. Третий. Так далее. Все время там. Третий. Одна под сыном, другая под женой с друзьями, которые ее одноклассники, она не может отказывать. Потому что они просто... Четвертый. Поехала к маме. Яхта поехала к маме. До свидания. Никого нет. Ехали уроды на велосипеде. А я пойду и проживу его этот понедельник. 13 июня. В эфире русская служба новостей. Подъем. Среда, 15 июня. В политике мировой и в дипломатии мировой не дипломата посылать. Вот такой прием существует. Я знал нескольких, по крайней мере, по крайней мере двух сотрудников Института США и Канады, которые были использованы во время переговоров Горбачева еще в то время, да? Их засылали именно с целью прозондировать, назвать наши параметры. Потому что когда дипломат говорит, ему терять лицо нельзя дипломату. Понимаешь? А вот приезжает, нет, а вот приезжает Вася Пупкин какой-нибудь, доктор наук, пожалуйста, из Института США и Канады и говорит, ой, а мне кажется, вот русские бы вот наши, наши, советские, они бы вот, так сказать, там на такое согласились бы. Ну, а вот вы должны, в свою очередь, наверное, мне кажется, сделать такие уступки. И смотрит в глаза. Если те глаза выражают то лицо, чем садятся на крыльцо, то значит он говорит, ну что, не принятое наше предложение, не принятое. Понимаешь, да? А если собеседник говорит, ну, не безинтересно, не безинтересно. Он возвращается, тогда уже посылает от МИДа человечка, понимаешь, да? А я просто надеюсь, Настенька, что Греция таки рухнет, я надеюсь. Надеюсь. Ну, там есть ряд параметров, по которым мне это выгодно. А дальше что, Сергей? Сказать, за ней рухнет, я надеюсь, Португалия, а за ней Ирландия. Ты знаешь, это анекдот про еврея. За кто остался на крыльце? Про еврея. Про умирает. Когда, мулечка, тут собрались все твои родные, все мы так тебя любим, мы хотим с тобой проститься. Он говорит, подождите, а кто остался в лавке? Я вот. Она теперь должна ходить вот так делать, вот так губы дергать. У меня, слушай, еще был такой анекдот про еврея, который пошел ремонтировать крышу. Слышал я такой? Полез ремонтировать крышу. И он сидит на крыше, и потом он свалился с крыши. Так, пролетая мимо кухни, он кричит, Санечка, на меня сегодня обед не готовь. Потому что, ну, чтобы сэкономить. Лука жжет, да. Есть такой у луки. А я пойду и проживу ее эту среду. 15 июня. В эфире русская служба новостей. Подъем. Четверг, 16 июня. На Ленинском проспекте, на Ленинской проспекте плитку на тротуаре кладут. Народ притормаживает. Начали уже, молодцы. Народ притормаживает от счастья. Мне кажется, надо и фотографировать, и даже выложить где-нибудь в инет. А, ребята. Это же любимое место прогулок москвичей, Ленинский проспект. Ленинский проспект, продвиженностью, если я не ошибаюсь, 14 километров. Да, да. Обычно москвичи делают... В какие раз, когда выдаются свободные... Обычно москвичи, когда им хочется отфигачить 28 км, они выходят себе на площадь, где Владимир Владимирович, там МВД. Да, это Калужская, да. Дальше ковыляют... И направление Калуги. Ковыляют туда, вот, кстати, уже к этому, к теплому стану, к улице Академика Варги. А потом от Академика Варги хреначат назад к памятнику Владимиру Владимировичу Ленину. Теперь, наконец, по тротуарной плитке. Да? Красиво. 28 км. Как это же... Нет, я думаю, не все. Я предлагаю золотого кирпича, конечно же. Старай, а ты же туда тоже норовишь. Конечно. Ты же норовишь на Вавилово, в Дарвиновский музей все время. Только туда и норовлю все время. Ну? Да, фильм про динозавров посмотреть. Так что говоришь? Для тебя плитку кладут, а ножка? Я хочу золотой кирпич. Какая плитка? Бери выше. Чтобы вот так отступила... Чтобы город изумрудный, да, и все дороги черные, да. И с подогревом, чтобы босая шла. Да. Чтобы ты босая шла. Конечно. Чтобы золотая... И волосы, чтобы у меня развивались красиво. Я хочу. Конечно. Вот злокозненное, а. Вот же же. Мой народ. При каждой возможности построить крепостничество, строит крепостничество. Еще на 625 тысяч рублей, 250 экземляров, закупается закупка сборника, переписка президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина с главами государств. Борис Николаевич Ельцин с трудом говорил, как вы знаете, Борис Николаевич Ельцин с трудом говорил. Он иногда совершенно доскотинившись мычал. И думает, надо написать. Хрен ли, один черт не понимает. И он писал им. Диа Фрэнт, моя Диа Фрэнт, from my heart. И напишет. Вот. И это сейчас переводится сейчас на русский язык, и это будет издано все. Вспомнили, когда вы родились? Эй! Никто же не помнит. Все помнят. Ты помнишь, в каком году? Год-то я помню. Ну скажи тогда уже, хоз. В 78-м. В 78-м. В 78-м родилась. Э, голубчик. Милок. Э, шить ты. Старушка. Сынок. Сынок. Да? В 78-м не родилась ты. Это что ж, ищи при Брежневе, что ли? А почти в 79-м. Да? Да. Значит, еще, еще есть парадоксальная вещь. Теперь напрягитесь, ребят, фокус. Ребят, напрягитесь, сейчас будет фокус. Внимание. Возьмите две последние цифры года, в котором вы родились. Вспомнили, когда вы родились? Эй. Ну никто же не помнит. Все помнят. Ты помнишь, в каком году ты родилась? Год-то я помню. Ну скажи тогда уже, хоз. В 78-м. В 78-м. В 78-м родилась. Э, голубчик. Милок. Эх, шить ты. Старушка. Сынок. Сынок. Да? В 78-м не родилась ты. Это что ж, ищи при Брежневе, что ли? А почти в 79-м. Да? Да. В 78-м. Возьми 78-м. Ну вот, а вот сколько лет, это уже не сразу. Возьми свой полный возраст. Вот. Это уже сложнее. Так, поймешь, сколько тебе лет. Ну вот, каждый раз теперь вычитать приходится. Ну скажи честно, ну скажи, ладно. Ну по-моему, полных 32, как называется. 32. В 78-м родилась. Ну, либо 31. Нет, подожди. Возьмите. Нет, добавьте возраст, который ты достигнешь. Нет, неправильно, 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 неправильно. Возраст, который тебе исполнится в этом году. 33 тебе будет в этом году. Вероятно, да. Вероятно. Теперь смотри, сложи год рождения и свой возраст, который тебе исполнится в этом году. 33 и 78. Ответ? 111. 111. Внимание, у всех людей на планете так получится. У всех людей. Давайте вас теперь, ну для чистоты эксперимента. Нет? Нет. Сейчас мы любого. Нет, сейчас любого. Давайте любой другой. Любой, любой. Давайте, сейчас, давайте. Смотрите, мне нужен человек любой для эксперимента, пожалуйста. Любой человек для эксперимента. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Да. Это математически, я вот родился в 88-й. Да. И он 23, получается 111. Но, по-моему, возраст, он так и должен быть. Это вот какой-то он истину говорит. Я не знаю, как это называется. Нет, нет, слушай. У Аношки так же. Это значит, у всех людей на планете. Это математически, как бы, абсолютно понятно. Я долго сидел, слушал. Я тоже. А вот как понятно. Объясните нам, дуракам, объясните нам, дуракам. Мне кажется, это мистика. Я абсолютно пифагоре... Нет, я пифагореец. Ну какая же это мистика? Конечно, это мистика, мне кажется. Нет, а почему стоят? В следующем году позвоним в этой же датой. И я могу вам сказать, что если вы сложите дату вашего рождения и сколько вам исполнится лет, то получится 112. Да ладно. А, так мы можем умственный эксперимент поставить, Сергей. Ну, как бы мы все это прекрасно понимаем. А потом будет 113, да? Нет, мы понимаем, что мы понимаем. А когда-то было ноль, да? Нет, секундочку. Мы понимаем, что мы понимаем. Но мы нифига не понимаем. Подождите, получается, давайте, вот, например, сейчас 12-й год. 12-й год. Прости, Господи. Давайте, да, обязательно. Мне 34. 34. Нет, ребят, ребят, родилась я в 18-м. Стоп, 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 стоп. Эй, 29-й, стой, подождите, диверсия. 29-й. Не прав ни разу, 29-й. Нужно брать полное число лет, которое исполнится в этом году. Нисколько вам сейчас? Вот ему сейчас 30, он говорит 80 плюс 30. Нет, нифига, не путайте нас. Вам исполнится в этом году 31, ясно? Все. Вот так вот. Смотрите, понятно, да? Да, мне 34 в 12-м году, 64 будет 112, очевидно совершенно. Год-то рождения не меняется, но, но, и это как будто бы понятно, но. Получается, что чем мы дальше движемся, да, тем на один увеличивается. Значит, однажды была единица, Сергей. Теперь что-то нельзя никому говорить. Однажды была единица. А что делать с людьми, которые родились в 65-м? Например, человек, нет, слушай, человек родился в нулевом году. Да. Ему исполнилось ноль лет полных, нет, уже один год. Все, нет, ноль лет, ноль лет, ноль лет, ноль, потому что ему один год будет следующим. И значит, ноль плюс ноль равно ноль. Человек родился в первом году. Да. А, так это очень просто. Здравствуйте. Ему всегда будет 112, если человек в первом году родился. Поговорите, 112. Вы понимаете, что это пифагорейство? Вы понимаете, что это пифагорейство, или вы не понимаете внимания? Вы знаете... Нет, я чувствую, я чувствую, что это ум... Вы знаете, что Гизаки разоблачил страшную тайну, которая перевернет мир. Вы понимаете это или нет? Нет. Я не верю, я отказываюсь верить. Вы знаете, что секта Пифагора, секта Пифагора была страшной тайной организацией? Вы знаете, что секта Пифагора была организацией, которая убивала за раскрытие секретов математических? Нет. Я этого не знала. А я вам говорю, не ищите, пожалуйста, не надо. Успокойтесь. Я хотела секту Пифагора найти. Вы знаете, они убили человека, пифагорейцы, за то, что тот рассказал людям о совершенных числах, например, о тайне числа 28. Ой, а до меня не дошла эта тайна, вы можете... Нет. Сейчас вы ее рассказывали. Когда будет реклама? Когда будет реклама? Тайна числа 28. Нет, там есть совершенные числа пифагорейские. И один перец какой-то, который был пифагореец, он пошел и рассказал в городе, на рынке всем, что, мол, я... и понес пургу, понимаешь? Вот я тебе пишу сейчас, Пифагор, и его просто прикончили. Его прикончили, понимаешь? За то, что такие вещи нельзя говорить. Это была тайная секта с тайным математическим учением. Гизаки, я все это убежден, он принадлежит к пифагорейцам, он открыл нам какую-то дикую тайну, и сейчас пифагорейцы всего мира... Я буду ждать, я буду ждать письма, чтобы... Начнут на него охотиться, сейчас я напиши ему, чтобы он прятался, прятался, прятался быстро. Карлсон писал, поклал монетку в пять эры, крал у фрикенбок плюшечку, и писал ей записку «Деньги дерешь, а корицу жалеешь». А я пойду и проживу его этот четверг, 16 июня. В эфире «Русская служба новостей». Подъем. Понедельник, 20 июня. Я ехал на велике, здесь катался вокруг, нарезал круги, и шел мальчик такой, мальчик лет, может быть, 15-16, ну, 15, мне кажется, мы совсем молоденькие, розовенькие, такой южанин-южанин, то есть, ну, кавказская внешность, ну, внешность такая вот, южная. И так громко, визгливо кричал матом, я подумал, что надо его научить, потому что мат не должен быть визгливым, мат должен быть суровым. Вы остановились, коллега? Притом не умело, слышишь, он все время обещал чего-то сестру, это как, ты знаешь, на хинде. Нет, я не знаю, на хинде сестру или ругать сестру? Да, 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 вот это вот про сестру всегда, да. Да, абсолютно. Значит, он ругался как-то матом, как-то очень разноходульно, но так громко, и это вызвало у меня чувство неловкости, потому что я подумал, что его надо будет научить реально. Ассимиляция? Нет, они не до конца ассимилируются, не до конца ассимилируются. Мат должен быть мрачный и пьяный все время, а он у них трезвый и громкий, и ужасный, и ходульный, то есть, неудачный, нет, неудачный. Как будто жалобно свистят у вас. Вот так вот? А, это по-питерски. Знаешь, как в Москве свистят? Вот так вот. Спокая, вы так не умеете. Меня гасит компьютер. Если бы компьютер меня не гасил, вот этот, ну, студийный, то свист был бы такой, что мамы не горюй, да. Наша версия сегодня рассказывает о том, что там же, вы знаете, предупредили о подорожании топлива. Все белорусы закупились, минимум, как Лукашенко объезжал гаражи на прошлой неделе, сказал, там, по тонне у каждого в гараже белоруса, приличного лета. А он по ГОСТу, бензин, я хотел всех предупредить, по ГОСТу бензин хранится один месяц, после чего он превращается, конечно, в куриный бульон. Но, впоследствии, вы обнаружите, что... Вы серьезно? По ГОСТу бензин хранится месяц, мать. Поэтому, слушай меня, если у тебя, нет, если у тебя высоко турбированный двигатель, если у тебя высоко турбированный двигатель, привередливый двигатель, и ты, например, поставишь свою тачку на зиму, всегда заливай полный бак бензина до конца. Почему? Иначе бак будет потеть, и там такое будет. Значит, полный бак. Но помни, что ездить на старом бензине нужно мягонько, тихонечко, иначе ты запоришь движок просто. Боже мой, вот век живи, век учись. Да, да, не топи газ, не топи газ. Я хотела рассказать, собственно, про художественные подробности. Давай, давай. Обнаружили на границе шланг, который вел в Польшу, поскольку, значит, бдительные белорусские пограничники этот шланг нашли. Ну, то есть, хотели качать, да, из Польши, там, вот, какой-то заправки протянули, чтобы бензин там, или, наоборот, бензин продавать. В общем, неважно, белорусские погранцы это все дело пресекли. Какие-то должны люди приезжать с полей аэрации и мыть тебе полы два раза в неделю. Для этого специально строится там город, спутник. Понятно, Наножка? Я помню, надо сказать, спасибо, да. Врубилась? Все. А я в Австралии. Ой, господи, бедный Алекс. Господи, Алекс пишет ерунду, которая, на самом деле, жизненная. Поругался с женой заочно, она в России, я в Австралии. Как быть, Алекс? Алекс нас слушает и жалится. Сам-то он в Австралии, слышишь? Жалится, говорит, жалобится, говорит, господи, говорит, я в Австралии, баба моя, говорит, в России, говорит, а я с ней поругался. Напишите что-нибудь, ну, простецкое, я не знаю, начните с «Я тебя люблю», три слова такие и так далее. Потом, ну, это потом, смотрите, бумага стерпит. Я тебя люблю, но... Бумага стерпит, нормально, пишите, бабам это нравится, серьезно, я говорю, не парьтесь, что это значит. Вообще даже не важно, что это значит, может, вы не знаете, что это значит. Пишите и пишите. Блюм-блюм, 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 блюм, блюм-блюм. А они читают. Люблю-люблю. То есть, когда мужчина... Серьезно. Нет, ты знала об этом? Нет, ну так... Блю. Блю. Я... Нет, блю-блю. Блю-лю, если говорить. Смотри, говори. Блю-лю, блю-лю, люблю-блю, блю-лю, блю-лю-лю, блю. Значит, мужчина говорит блю-лю, а женщина слышит люблю. Это своё слово. Да, это свойство уха такое у женщины, свойство уха. Поэтому если вы в Австралии, значит, она в России, не имеет значения. Пишите ей блю-лю, она будет слышать люблю, для вас это нифига не значит, ей приятно. Правильно? Нам не жалко. Нам не жалко для бабы? Чему вы учите, Сергей? Чего я учу? Да. Женщине надо говорить то, что она хочет услышать. Точка. Правильно? Надо купить ей билет в Австралию, мне кажется, первым делом. Совершенно не надо, нет. Ничего такого. В Австралии что, мало этих самых, как их... Женщин? Да. Слушай сюда, мерзавцы, негодяи, подонки, подонки. Мрази. С мир на мрази, с мир на лечь в сад, лечь в сад, лечь в сад. Я вчера видел милицию, которая, например, в Настасинском переулке в центре, ждала взятку. Как это? Милиция приехала, они вообще не гаишники никакие, дядечка приехал. Лейтенант. А что находится в Настасинском переулке? На Настасинском переулке находится кирпич. Значит, слушай, да. А они приехали туда и стерегли, стерегли. А я спал в автобусе в этот момент, между прочим, напротив них. Я спал в автобусе... С одним открытым глазом? Нет, с двумя открытыми глазами. Я спал в автобусе с двумя открытыми глазами. Они ждали, ждали. Какого-то ханурика заполучили на фарде. Ага, да. Долго с ним трясли, потом он деловито с маленькой сумочкой с такой вышел, от них деловито, отряхнувшись, как курочка после петушка. Так отряхнувшись, он вышел. Потом второго заловили. И опять они, он тоже отряхнувшись, как курочка от петушка, такой, знаешь, так принялся клевать и поехал куда-то. Вот двух взяли и уехали, честно. То есть они, как честные люди, взяли с двух под кирпич, я думаю, тысяч по пять или по десять. А что так много-то? Ну, потому что под кирпич лишение прав, мамочка. Серьезно? Серьезно, я тебе обещаю, да. Смотри, под кирпич. Они взяли честно, честно, как честные люди, от десяти до двадцати тысяч рублей, честно взяли. Поехали и, да, в номера куда-то и все такое, понимаешь? Я никогда не говорил этого, но я это скажу. В Москве полно радио ППКК. ППКК, ПССС, ССПС и другие радиостанции. А я пойду и проживу его этот понедельник, двадцатый июня. В эфире русская служба новостей. Подъем. Вторник, двадцать первое июня. Слушайте, если бы вы видели, как однажды меня сажал боец-аэросвит, киевлянин, в Киеве, ой, это вообще, он шел на середину полосы визуально, вообще, там, когда ясное небо, в Борисполе разрешают визуально сажать. Значит, визуально шел прямо поперек полосы, ровно над полосой развернулся, как сивка Бурка, и плюхнулся, и все успел, и молодец, и аплодисменты. А то есть такой вариант, визуальный заход на посадку, да, там вот именно, когда все погода, есть целая куча оговорок, когда вот можно выполнять этот маневр. Я понял, спасибо, а вы говорите, что не развернешь, так он разворачивал его, как сивку Бурку, этот свой Як-40, или Як-42. Ну, так там скорость гораздо меньше, и... Я понял, я понял. Петрозаводск, это же жопа мира! Последнее время никто не аплодирует пилотам. Сам много летаю, обращал внимание. Так подустали, просто эта мода пришла с запада аплодировать пилотам, и эта мода, я помню, как, как, это самое... Я очень хорошо помню посадку, когда просто грохнули аплодисменты впервые, вы знаете, в таком злачном месте, как Лас-Вегас. Когда пилот, когда пилот, заходя на посадку, сказал, там внизу 72 градуса, я сейчас доставлю вас туда, и потом... И все хлопали, это ликование салона, потому что все приехали... Что сделать? Истратить свои 200 долларов, и отжечься по полной в этой связи, понятно, да? И all-inclusive, и all-inclusive, и тигры с педерастами, там, ну, там два знаменитых укротителя тигров. А не педерасты? В хорошем смысле этого слова, да. Вот, то есть ты стратишь 200 долларов, и эти двое, значит, с тиграми, и гулянка, и все, и 72 градуса по Фаренгейту. Я вот рванулась уже, было посчитать, сколько это по цель. 20, минус 32 деленное на 2. Нет, всегда бери любое число по Фаренгейту, минус 32 деленное на 2 и получится. 72, 72 минус 32 будет 40, деленное на 2, 20. 20, так это же было зимой. Мы же летели в январе, мамочка. Мы прилетаем в Лас-Вегас, а там 72. Судам у них не как в музее. В хорошем смысле этого слова, да. Я знал в 90-е годы двух олигархов. Один давал деньги Елене Боннер и был говнищем полным. Все вытирали об него ноги и считали, что он презираемый скот. А второй спал с тремя проститутками сразу, причем, значит, именно любил по трех укладывать в кровать. И при этом был любим всей интеллигенции. Вот как это, как это, как это, как это сообразуется? Если это пиар. То, чтобы найти маньяка, надо быть маньяком. А я пойду и проживу его этот вторник. 21 июня. В эфире русская служба новостей. Подъем. Среда 22 июня. Сегодня 22 июня. Вот 22 июня было воскресенье. Я вам должен сообщить, что 22 июня было воскресенье. А 19-е... Подожди, подожди. Тогда 41-го было воскресенье. А 20 июня, 20 июня, пятницу, прибежал из дивизии посыльный солдат и сказал, что решением там, по дивизии как-то это принималось решение, моему деду присвоили капитана. Звание капитана. А он был замкомандира отдельного батальона связи в 44-й дивизии Минищерса, которую разбили сначала при... В финской войне ее разбили, но мой дед спасал людей и командовал таким образом, чтобы получил боевого красного знамени. Боевого красного знамени. А командиры его расстреляли. Я уже говорил об этом. Так вот, значит, и вот, и вот, слушай, в пятницу прибежал посыльный и сказал, что капитана дали старлею, старлею, моему деду. И в пятницу же они собирались с товарищами, не дотерпев. Обмывали их звездочку. Понимаешь? Да. В пятницу же. Значит, в субботу они после обмывания как-то ходили, там, нашивали эту звездочку, пришивали ее. Понимаешь? А после того, как они пришивали звездочки, на воскресенье, в 4 утра, он пошел в ружье, по команде в ружье. И все, на этом все. То есть, они погибли сразу все. Погибли там, в этом бою погибло от 60 до 100 тысяч советских воинов. От 60 до 100 тысяч. Это одна только операция была немецкая. Вот они уничтожили немцы. Зашли и в одном только месте, даванули сразу до 100 тысяч. Понятно, да? Угу. Вот. Теперь смотри. Я знаю об этом. Из рассказов бабули своей. Да. Которая жена его была. Бабуля мне рассказывала. Понимаешь? Как, что, чего они собирались, как эвакуация до Ташкента. Это перли оттуда и так далее. Значит, женщины путают тысячу с миллионами, тысячи с единицами, километры с гектарами. Никого не колышь. Вообще, они говорят, что попало. И это нормально. Нельцов классный. Я его видел недавно. Недавно видел в Ютьюбе, как он идет с обнаженным торсом, с девкой с какой-то. Ну, я не знаю, может, пожалуйста, это может быть с теми хорошее. В смысле, наоборот, может, племянница, не знаю. Или там сказать там. Ну, вот. Или просто шла недалеко. По ЭЛАТе. Слушай, глаза искрятся. Я сейчас про Борю говорю. Он старше меня на 9 дней, знаешь? Боря. Да. Ты знаешь, он старше меня на 9 дней, да? Совсем большая, Сергей, разница. Да. А я зато старше на 9 дней этого, на 10 дней Олега Добродеева. Вот так, да. Слушай, и значит, он идет по ЭЛАТу на Ютьюбе, я смотрел. Мне бросили ссылку просто. Я пошел по ссылке, как дурак. Ну, что теперь? Он идет. Не плевать, абсолютно плевать, где он ходит. Но, не знаю, мне кинули ссылку в Фейсбуке. Слушай. И он идет воевать, значит, с обнаженным торсом, с какой-то девицей. Глаза блестят, мускулы играет. Глаз дурной, шалопутный такой, шалопутный такой. Знаешь, жеребчика такого. И ясно, что он выделит там пол, сколько хочешь этих факультетов таких девок. Хочешь три факультета, хочешь четыре факультета. И так далее. Ну, молодец, зачем вот этот парна с этой политикой? Ему надо больше по гормональной. Гормональной где-то, гормонально развиваться. Он не одно вместо другого. Он, видите, как совмещает. И так, и так, да? Ну, видите, ну, правда, ему не очень успешно отказывают. Минюст отказывает. Что-то должно не получаться. Уж пусть он по гормональной идет в стезе. И там он преуспеет его больше. Я тебе серьезно говорю. Он мог бы весь МГУ передрать спокойно. Но он не надо в политику. Зачем этой ерундой заниматься? Прокурорская женка. Прокурорша должна как-то... Прокуриться. Знаешь, я люблю вот эти вот ослица, царица, царица, ослица. Судиться. Значит, судиться. Прокуриться должна быть. Прокурорица. Прокурорица. Это культура искажения в хорах существует и в светских, ты знаешь, да? Нет, нет. Ну, что-то, что-то, что-то. Я вообще-то никогда не задумывалась. Нет, гимн радости, гимн радости, я сам слышал, как гимн радости пели мои приятели. Я рядом просто стоял, позади, за кулисой. Они пели, выводили труляля гадостно мне. Гадостно мне, гадостно мне гимн радости. Гадостно мне. Я читала как-то на лепре там. Нет, а люди слышат в результате радостно мне, неважно. Гадостно мне. Как детское ухо, знаете, воспринимает и переначивает. Я в детстве думала чубчик, чукчик учерявый там, например, вместо чубчик. Или, оказывается, абсолютное большинство советских детей вместо красавицы и кубку слышали, ну, никто не знал, что такое кубка, и все слышали красавицы и куку. Ну, как будто японская какая-то красавица и куку там. Ну, конечно. А типа услышать бач фох чутамбох, как мальчик едет в тамбов, это отдельная тема. Значит, с молитвами то же самое, да? Ну, вот. Мальчик едет в тамбов там все время. О, здравствуй. Как вас зовут, да? Дарьянка. Да, вот он. Есть у мистера Бина, у мистера Бина есть гэг такой очень смешной, где он в церкви, помнишь, потом рукой в соплю лезет потом? Нет, я еще не смотрю. Конфетку роняет, потом долго ее поднимает, потом засовывает в карман, в который он высморкался. Значит, там, там, чего? Как смешно. Ужасно. Смотри, значит, там священник читает на арабском. На арабском? На арабском. Но... Но это церковь. Да, а англиканское служение, англиканское служение. Священник нарезает на каком-то арабском языке, я не пойму на каком. Ну вот. Значит, никто не понимает, мистер Бин в особенности ничего не понимает. Я думаю, вот в такой момент, если вы служили на арамейском, я полнится мгновенно. Чем я меньше понимаю, тем меня сильнее принимает. У меня самые длинные руки, ты видишь, перед собой орангутана. Я десять тысяч раз повторял и снова повторю. Ты знаешь, и я еще раз повторю про Америку. Америка страна такая. Как вы знаете, там она населена бестолковыми людьми, как принято считать в России. Да? Значит, в Америке, в Бруклине, в Бруклине, не в Брайтоне, в Бруклине, выше Брайтона, вы вызываете скорую помощь. Вы вызываете скорую помощь. Настя, ты снимаешь трубку и начинаешь говорить. А вы знаете, я хотел, ты начинаешь говорить. Настя, я смотрю на часы. Значит, единственная задача, они как-то делают так, что все это уже едет к тебе. В тот момент, когда ты начинаешь говорить. Значит, они просто не кладите трубку, ты должна продолжать говорить. Ты продолжаешь говорить. Я тебе отвечаю. Настя, посмотри на меня. Через две минуты, я не ошибся, через две минуты, это 120 секунд, понятно, да? В Америке, в твою дверь звонят. Первый входит, сказать кто? Полицейский, чтобы удостовериться, что это не наркопритон, куда вызвали врача, чтобы его убить и завладеть шприцем и еще чем-то. Через две минуты входит полицейский. Через две минуты 30 секунд входит врач. Понятно, да? Две минуты, я не ошибся, ты понимаешь, что я сейчас сказал? Да, я понимаю. Через две минуты входит полицейский, через две минуты 30 секунд входит врач. Я не ошибся, я сейчас не преувеличиваю. Дурак, поставь смава. Дурак, неси скорее смава. А я пойду и проживу ее эту среду, 22 июня. В эфире русская служба новостей. Подъем. Четверг, 23 июня. Ты помнишь мистера Бина, который в фильме «Мистер Бин в Америке», вот это, знаете, когда он смотритель музея и приезжает в Америку и там портит картину. Ему там показывают средний палец вот так вот вверх, мотоциклист, мотоциклист. И он думает, что это приветственный жест, потому он не знает, что это значит. И потом он всем показывает, леди, каким-то велосипедистам, всем показывает палец с восторгом. Мистер Бин, я тебе скажу, например, сейчас вспомню что-нибудь из-за своей жизни. Например, когда я приехал в Комсомольск-на-Амуре, будучи совершенно дитя, я не знал, например, что в Комсомольске-на-Амуре означает приглашение взять балык за щеку. Например, я не знал, что это значит. Когда мне говорят, хочешь балык за щеку, я говорил, ну, а мне было 11 лет, понимаете, мне было 11 лет, секундочку, только исполнить. Я, например, ну, это было обычное приветствие у юношества там, юношество было в Комсомольске-на-Амуре ожесточенное. И в силу ожесточенности они вот так друг друга приветствовали. Ну, понятно. Я не мог понять, что это значит, я думаю. В Цербурге были более интеллигентные. Например, балык, что такое балык, как, а что такое балык, я спрашивал. Я до сих пор не знаю, что такое балык. Балык это верхняя часть, а то они снизу тёша, а сверху балык. Я, например, думал, хорошо, я знаю, что тёша не балык, а балык не тёша. И что это значит? У сегодняшней русской элиты тыл в Лондоне. Сейчас я несу антинаучную ахинею, если позволите. Время от времени мне хочется, ну, если, может быть, вот, упиться, я бы сказал, мракобесием. Позвольте мне упиться мракобесием. Смотрите, американцы тоже прогнозировали, это комсомольская правда, там, так сказать, помнят, 58-й год, 1900. Представляешь, какие там старые люди в комсомольской... Ну, не важно. Значит, они проанализировали 200 железнодорожных крушений за 30 лет. Американцы проанализировали. На них паразитирует комсомольская правда. Ты поняла сейчас? Смотри, поезда, которые шли хорошо, хорошо, с чаем, с подстаканниками, со всей фигнёй, вот такие поезда, были загружены на 76%. 76. Запоминай цифру. Да, запомнила. Тебе сейчас придётся нелегко, потому что я дам тебе ещё одну цифру. А те, которые закончились катастрофой, шли загружены на 61%. То есть всегда на 15% меньше людей в тех, которые идут на катастрофу. На 15% меньше. Внимание, это третья цифра, сейчас станет совсем трудно. Смотри. Значит, 76. Загрузка. Хороших поездов с подстаканниками, со всей фигнёй. 61% плохие поезда. Да. Значит, есть 15% людей, которые не едут в плохих поездах, едущих к крушению. Внимание, почему? Мы не знаем. Понятно? Это какой период времени охватывает? 30 лет они исследовали, американцы исследовали. 30 лет у них там в Америке. Понимаешь? Теперь дальше уже. Российские математики воспользовались также данными знаменитого американского писателя Мистика Стивена Кинга, обратившего внимание на авиакатастрофы. После одной из авиакатастроф Кинг позвонил в авиакомпанию. И мы сообщили, что 16 человек не полетели смертельным рейсом. Сдали билеты. Трое опоздали. Итого, и ещё 10, которые ещё что-то, ещё что-то. И говорят, что это примерно в три раза больше, чем обычно может потеряться пассажиров. Именно перед смертельным рейсом 16 человек куда-то свалили. Одни зарегистрировались, отвалили, другие не приехали в аэропорт, третьи позвонили в авиакомпанию, отказались, ещё что-то, сдали билеты. И вдруг началась массовая сдача билетов, после чего понятно, что террористическая ячейка содержала несколько десятков человек. Понятно. Или это случайность. Или это случайность. Значит, смотрите. По российской статистике, по западной, вернее, статистике, в которой воспользовались российские учёные из Комсомольской правды, ты знаешь, это центр науки, Комсомольская правда. Вот. За последние 20 лет от рейсов, закончившихся катастрофами, отказывались на 18% больше пассажиров, чем от благополучных. Слушайте, проценты одинаковые почти. 18% там 15, да. 18, 15, 18, вот так. Слушай, значит, хорошие рейсы собирают всегда больше пассажиров в среднем, чем плохие. Значит, у людей есть какое-то чувство, понимаешь? Есть какое-то чувство тайное. Так как мы кутаемся по-настоящему и топим до плюс 26 зимой там, до плюс 24 зимой топим, как бешеные. Так никто не живёт. Бывшему госсекретарю французского правительства по делам госслужбы Жоржу Трону предъявлено обвинение в изнасиловании двух женщин. Они таились, эти две женщины, они таились от следствия. И они решили обратиться в полицию теперь. По прошествии стольких лет. По прошествии многих лет, я бы даже сказал. Встрепенулись, птахи. Они после скандала с бывшим главой МВФ Домиником Стросканом, они решили, что этих жеребцов пора наказывать, пошли стучать ещё на господина Жоржа Трона. Пострадавшие заявили, что этот случай с Домиником придал им силы и обнадёжил их. Представь себе, насколько это забавно. Скажи, пожалуйста, а это может быть мнимое какое-то изнасилование? Может быть, что сейчас пойдут просто толпы, то есть это будет разновидность сумасшественного баба? Может, так и будет, и у нас так будет. Разновидность сумасшествия. Вы имеете в виду достоверность вот этих? Достоверность, понимаешь? Приходят какие-то леди. Послушай меня, ты знаешь, что француженка хорошеет после 50-ти. До 50-ти на француженку невозможно смотреть. Это абсолютно омерзительное зрелище. Потом она превращается в такую ухоженную даму. Омерзительное зрелище, да. После 50-ти француженка делается ничего себе. Нет, до 50-ти француженка бывает хороша, но если она полячка. Потому что у него много поляков в Париже. И француженка бывает хороша в случае, если она полячка. А если она не полячка, то она отстойная совсем. А после 50-ти наоборот. Они начинают наверстывать. А после 50-ти наоборот. Эти сушеные лыжные палки, которые она называла ногами, становятся элегантными. Элегантными. Понимаешь, да? И так далее. Ну, слушай меня. И теперь вот эти леди, далеко за 70, они вспоминают, как были изнасилованы. Мне кажется, что это эротические мечтания какие-то. Они сейчас все пойдут в полицию и будут наперебой, наперебой, наперебой рассказывать, как их однажды изнасилованы. Понимаешь? Ну, проверить это точно невозможно. Абсолютно невозможно. Абсолютно невозможно. Ну, вот, потому что, так сказать, там уже... Хотя. Что значит хотя? Может быть, что-то там где-то сохранилось. Пока что увечья. Какие-то увечья пока. Засушилось где-то что-то, нет? Ну, понимаешь? Ну, вот. Так что это вот это новое явление во Франции. Хорошо, что Россия избавлена от этого женского царства. Согласись? Вы забыли, кажется, про вот эту девушку. Какую? Из Единой России, по-моему, или помните? Которая областного какого-то там детчика. Он был вынужден уйти в отставку. Ну, вот было же, она же в эфире, она там... Напомни, пожалуйста, мне, ну, расскажи. Я не фамилию. Я сейчас не ищи ничего. Я одна не вторая. Расскажи казус. Расскажи историю. История была. Какая-то 29-летняя наша девушка буквально месяц назад на волне Стросска, она сказала, что к ней... Она пришла, что диплом защищать, какой-то проект представлять партийный. Да. А он стал к ней наклоняться, наклоняться, открывая дверь уже, когда она должна была уходить, и вдруг стал ее трогать за грудь, да, а потом стал шевелить губами, так как если бы хотел поцеловать, да, мало того, он ее таки поцеловал прямо в губы, когда она уже поняла, что это поцелуй в губы, а не какое-нибудь там напрощание такое в щечку, тут она уже сказала, что так дело дальше не пойдет, а должны были они встретиться в следующий день на заседании партии. А, пруфлинг? Которую она явила в милицию. Так каждая расскажет. Вот я не знаю, но Сергей, но с другой стороны, а как женщинам защищаться? Никак, и не надо защищаться. Я покупаю книги, чтобы их понюхать, да, специально, я нюхаю, занюхиваю рюмку водки книгой. Россия – это аристократическое общество, феодальное, общество неравенство, общество неравенство, в котором существует сословие, два, два сословия, которые живут без денег, вообще как таковых, понятно, да? Объясняю. Значит, это низшее сословие, которому все равно как-то почему-то хватает на водку, ну, может быть, на метиловый спирт, а может быть, им хватает на ваксу, ну, это мерзость, им хватает денег как-то. Им деньги в общем не нужны, потому что они, очевидно, их пропьют, как скоты. Это низшее сословие. И высшее аристократическое сословие, которым тоже деньги не нужны. Я читал на английском Библию Today's English Version, там Jesus gone to, and там, meet, там, пожалуйста, кого хочешь, там, и все. И говорит, meet, and say. I met them and said, oh, Nasty. Hi, Nasty, what's up, Настя. Не, ну, не настолько, но все-таки. Завтра в Саваслейку, пишет Киселев. В Саваслейку, 30 лет выпуску. Идем большой колонной. Киселев, я не смогу. Я пошел в первый класс в Саваслейке. Саваслейка – это центр переучивания на новую технику авиационную между ВЫКСой и Нижним... Ну, там, Нижегородская область, но между ВЫКСой и Навашино. Не далеко от Мурома, которая уже в Владимирской области. И как там был первый класс? Первый класс – ничего, я помню, я в огромной задумчивости и в состоянии рефлексии давил ОС на стекле в сентябре первом классе. ОС. Вы не понимаете, что они вас укусят? Нет, я давил их линейкой. А-а-а. Я давил их линейкой. После первого класса это было так скучно, что я пошел потом сразу в третий класс. Вы знаете, я же вундеркин. Не поняла, честно говоря? Как вы это сделали? Вы же дома занимались усиленно с мамой по учению? Ну, маман меня отправил в третий класс, да? В первого класса она говорит, хватит давить ОС. Насекомых не так много, как кажется, она сказала. Иди-ка в третий класс, брать, чтобы хоть чуть-чуть дубать головой. Я пошел в третий. Есть личка, у меня личный Фейсбук, который пять тысяч друзей набрал и закрылся на этом. Все. Это из-за Цукермана, понимаешь, что евреи виноваты. Очевидно, правильно? Значит, дальше слушайте. Цукерберга, простите. Значит, чего ты? Нет, ну все нормально. Я тоже все время буду. Да. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Как вас зовут? Меня зовут Александра. Я еду по Кутузовскому центр, и вы знаете, в принципе вполне нормально. А вы так со значением едете? Со значением. Я еду по Кутузовскому, с подачи. Да. Классно. А что вокруг, что народ делает? Едет тоже, на меня смотрит, я на них смотрю. А вы не тонируетесь? Вот понимаете, есть такая идея у женщин, что надо тонироваться, а иначе... Ой, да нет, ну что? Не надо. Все замечают, как я крашу губы. Да? Какая вы классная. Наверное, вам звонят и говорят, вон там блондинка, крашу губы. А вы блондинка? Да. Круто. Хорошего дня вам, Александр. Спасибо вам. Я взволнован. Спасибо, я взволнован. Такой милый R. У кого? Ну, у Александра, да? А мы могли бы вдвоем с Неговицарой. Горассировать так. Она бы горассировала, а я бы говорил ей, Александр... Вот так вот как-то, да? Ну ладно, все, хватит, все, работать надо. Что ты у меня отвлекаешь все время? А Ельцин, он в стране маниту, в стране вечной охоты. У меня просто знакомая, например, на ВДНХ есть Макдональдс. Может, знаешь, усердно? Да. У друга, да. На ВДНХ. Видела как-то. Вот. Там есть шайка, которая работает по сумкам женским в Макдональдсе. Ага. То есть ты садишься, значит, когда ставишь сумку, начинаешь так сказать, там впиваться зубами в этот самый Макнаггетс какой-нибудь очередной, да? А в этот момент они с пола быстренько ее убирают, твою сумочку. Потом тебе ее назад ставят. А, да? Да. То есть так же не надо ставить? Но внимательно подразобраться, где у тебя документы, где у тебя деньги, у них нет времени. Потому что работа у них нервная. И так вот сидеть, развалившись нога на ногу на соседнем кресле, так сказать, там за цветами, за фикусом, и разбираться Зачем же за фикусом можно так? Теперь знакомая пошла в милицию. Те говорят, слушайте, ну вы писать будет заявление или так хотите назад документы, деньги, конечно, уже не вернешь. А, да? Да, милиционер говорит. А как они, да? Да, милиционер говорит. Она говорит, ну нафиг мне документы надо вернуть, братцы, вы что, ребята? Милиционер пошел. Через 10 минут, внимание, это очень важно. Через 10 минут вернулся, отдал документы, забери. Все? Сколько денег-то хоть было? Он ее спрашивает. Она говорит, ну там немного, там, не знаю, ну там тысячи две было. Вот. Он говорит, ну денежки ку-ку, а документики вот что-нибудь, ну не бегать, не менять. Он знает тех, ну, алло, он их не может арестовать. Почему он их не может арестовать? Да не может он их арестовать, потому что он их не может арестовать. За него друзья лучше? Нет, потому что, ну нет, оперативные данные есть, а фактически посадить не за что. Милиционеры, я не говорю, что милиционеры участвуют в грабеже, нет. Милиционер просто знает воров, знает он их. Он им говорит. Будете людьми отдайте документы. Манька, облигация, скотина, иди сюда. Она говорит, подходит к нему. Рашиде обратится, товарищ начальник. Он говорит, отдай документы, сволочь. Говорит, вот у меня баба сидит сейчас вот здесь вот в кабинете. Ну, что тебе документы? Манька говорит, а я честно выбросил их только что в сугроб. Он говорит, ну, покажи где. Она раз показывает, он говорит, ну тебя нафиг они, я отдам тогда ей. А он говорит, да, Манька, облигация, говорит, отдайте, конечно, Рашиде убыть, товарищ начальник, дальше воровать. Или занять по личному плану, я понимаю. Рашиде убыть, дальше воровать. Он говорит, да иди ты, катись, конечно. То, что тебе вернули милиционеры, украденные документы, свидетельствует о простой вещи. Он знает, кто крадет. Но он их взять не может. А так знает. Понимаешь, но он знает их в лицо. Так не хочется сказать, что вор хоть должен сидеть. Ну как, ну как, но он не может его упаковать. Нет, ну часто так бывает, но не может мент его упаковать. Ну вот не может. Но он знает, что эти конкретно крадут. Понятно? Он им говорит, отдайте скоты документы. Они говорят, да нет проблем. Понимаешь? Они отдают документы. Или они говорят, или они не говорят, мы отдадим документы. Они им говорят, ой, а мы только что шли, вот здесь в сугробе валялись. Ой, а я-то думаю, а чьи же это документы? Вот здесь рядом сурной. Понятно, да? Это вы колы сейчас милиционеры? Мент знает это все. Да знает он их всех, знает. Поэтому он отдал ей документы. Она теперь плачет от счастья. Америка, Америка. А я пойду и проживу его этот четверг. 23 июня. В эфире русская служба новостей. Подъем. Понедельник, 27 июня. Вот сейчас мне в фейсбук пишет, сейчас, в фейсбук сейчас пишет. Антон, можно прочитать? Я просто прочитаю. Необычайно красивую картину наблюдал на московском вокзале. Имеется в виду московский вокзал Петербурга, что ли? Наверное. Двое полицейских остановили двух среднеазиатских юношей, дабы проверить документы. Что и правильно, это похвально, правильно? Вытаскивая паспорт из заднего кармана, юноша вырынил четыре или пять тысячных купюр. Ой-ой-ой. Слышишь? Нет, подожди. У юноша четыре или пять тысячных купюр. Все по тысяче. Две из которых, на каждой нарисован Ярославль или Архангельский, я уже забыл, не важно. Другие купюры, смотри, две из них полицейский прижал ботинком. Внимание, слушай, я сейчас объясню, насколько перверсивны гражданские. Потому что они скоты, конечно. Слушай дальше. Это видит Антон. Да. Скотина гражданская. Да. Ну, вот, смотрите. Да. Другие купюры я поднял. То есть Антон устремился. Поднял и отдал среднеазиатскому юноше. И стал показывать пальцем на ботинок полицейского. Ох, как злобно блестели его глаза, когда он убирал ботинок с банкнота. Операция «Ы» его любимый фильм, очевидно. Прошу прощения за запятые. Пишу с ненавистного, не смартфона, не важно, называется марку. Слушай, это самое. Чего я хочу сказать. Вот увиденная сцена глазами не полицейского, глазами гражданского. А теперь я тебе перескажу эту сцену. Я тебе скажу. Сильный ветер, мать. Сильный ветер. Сильный ветер. Слазняк. У него психика другая. Он быстрый. Он быстрый, как молния, как мангуст убивающий. Хоп, пришел. Хоп, понял. Как мангуст. Рикки-тики-тави. Хоп, понял. Понятно? Хоп. Полицейский. Как рикки-тики-тави. Быстр. Да. А гражданские сопляжуи. Сопляжуи. Я спадаю чувствую. Один сопляжуи роняет деньги, а другой смотрит на это. Развесил нюню. Придурок. Пацифист, небось. Да. Уж не говоря про все остальное. Теперь слушай. Полицейский из-за ветра ловит ботинком купюру. Ловит. Кусающим ботинком. Если ботинок не мешал, он схватил бы рукой, которая у него нога. У него нога, как у тебя рука. Покажи мне руку. Он мог бы вот этой вот своей ногой, вот эта нога полицейского. Покажи мне руку. Это нога полицейского. Внимание. Он мог бы этой ногой, то есть рукой, которая у него так же развита, как рука, схватить купюру и помочь. Держать хвостом за лавой. Помочь среднеазиатскому, пока хвостом он обхватил ствол дерева. Спокойно. Значит, этот момент. Поменит Ленина. Он мог бы помочь среднеазиатскому юноше. Помочь. Мог. Как это видит животное, гражданская тварюга вот эта, которая занята очернительством? Что он, наверное, подозревает его. А это была помощь из-за ветра. Вот эта перверсивность, вот эта необычайная жестокость гражданского общества по отношению к полицейскому вот в этом сообщении. Время от времени мне хочется, может быть, вот упиться, я бы сказал, мракобесием. А я пойду и проживу его. Этот понедельник, 27 июня. В эфире русская служба новостей. Подъем. Вторник, 28 июня. Наша претензия, что осведомителей мало. Наша претензия, что на осведомителей тратится мало денег. Что эта работа запущена. Это наша претензия. Ну, Мать, как только они начинают тратить на это деньги, я возмущен. Я не хочу, чтобы они тратили на это деньги. Слышь, мне не нравится. Я знаю бесплатно. Я не хочу, я хочу, чтобы бесплатно. Я хочу, чтобы бесплатно. Бесплатно? Это значит, что они сами должны мне взяться? Я не знаю. За зарплату, не за дополнительную деньги. Но мне противно, что они 10 миллионов долларов отдадут не мне. Так вы идите и осведомляйте, что значит не вам. Знаете, что я был когда-то в этой роли? Рассказайте, что я был в этой роли. Кого же вы сдавали? Я никого не сдавал, я ел колбасу. У меня был приятель. Мы познакомились у оператора гостелерадио. Был оператор гостелерадио в Анголе, в Луанде. И, ну, Саня, неважно. Мы у Сани собирались ужинать. И к нему приходили габушники. Они с ним дружили. Потому что габушники люди канцелярские. Крысы канцелярские. А Саня веселый был. Он оператор гостелерадио. А все знали, что они габушники? Все знали абсолютно. Да, о чем ты говоришь? Но они прикидывались кем-то? О чем ты говоришь, Саня, все время... Нет, никем они не прикидывались. Они все работали в посольстве, все были габушники. И Саня все время над ними потрунивал, смеялся. Саня, Курменко. Он потом погиб на Фольксвагене Пассад. Въехал под ГАЗ-66. С кубинскими военными. По пьяни. Ну, или там, неважно. Я не знаю, какова версия для внуков и детей. Наоборот, геройские. Слушай. И они притаскивали все время колбасу эти габушники. К нам пожрать, похавать. Я в гости пришел, Саня. Жена готовит его. Приходит габушник. Один, второй. И все колбасы. Они тащат колбасу все время вкусную. Хорошую, сырую. Одинаковую? Сырокопченую. Дорогую. Ну, там, ну, в Анголе не разгуляешься. И, значит, когда я спрашивал, говорю, откуда вся эта, ну, вся эта шняга, да? Они говорят, а мы списываем на агентурную работу. То есть они списывали на агентурную работу. А если бы они покупали тех самых... Нет, там не было в Анголе ничего. Слушай, они списывали на агентурную работу Настя, а Хавл Сережа. А им на агентурной работа для чего могла бы колбаса потребоваться? Ну, что они встречают агента, например, раз коньячку. 0,07. Раз, нет, раз коньячку, раз сорокопченой колбаски. Раз, 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 хлебушка. Раз, 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 миленько так. А, ну-ка, 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 иди сюда. И петрушечка сверху. И петрушечка сверху. Раз, и все. И говорит, а ну-ка, рассказывай, как там у вас, так сказать, и все такое. А мы с Саней ничего, все это жрали спокойно. Ничего не рассказывали. Гыбушники таскали это к столу. Мы это ели, как честные люди. Ничего не рассказывали им, кроме анекдотов про Чапаева. Самая свежая, самая свежая была информация, это как этот самый, Петька с антенной возится. Понимаешь? Все. Я работал, то есть я жрал, проедал эти деньги агентурные. Дай-ка моя курочка, я тебя поцелую. Так, теперь расскажи про себя. Негодная. Так, значит, анношка что взяла? Вы знаете, у нас там звук сломался в студии, неважно. Мы начинали в 8.30, другой студии. Может быть, кто-то проспал, а может, нет. В 8.30 кто слушал, мы начинали в другой студии. Там что-то со звуком нахомуталось само, при том. Нет, гоноватых все хорошие. Именно с телефонным звуком. А так все было хорошо. Ну вот, мы решили рвать когти с той студии и приехать сюда. Анношка прямо мне в нос сунула свой айпэд, в котором Яндекс карты, или гугл у тебя? Яндекс. Яндекс карты, в котором сказала мне, смотрите, смотрите, сказала Анношка. Сказала. Ни в коем случае не езжайте садовым кольцом, там пробки-пробки, сказала Анношка. Только яузой. Кто говорил это? Я. Ты говорила это. Сама как поехала? Через садовое. Сволочь. Я решила проверить. Ты скажи после этого. Ты скажи после этого. Оказалось, что... Как ты можешь считаться честной женщиной? Просто рабочие работы ведут. Нет, как ты после этого можешь считаться честной журналисткой? Честной женщиной и так далее. Ну... Если ты меня послала... Смотри. Я хотел как лучше. Я запилил по Яузе. Мы ехали, внимание, товарищи. Это был автопробег от винзавода. Мы неслись от винзавода, от винзавода. До Октябрьского поля. Значит, Анношка мне сказала. Смотрите, смотрите, какие пробки на садовом. Ни в коем случае. Только по Яузе. Я, значит, поехал по Яузе. Научила меня Анношка. А в какую сторону по Яузе поехали, Сергей? Спасибо за вопрос. К истокам Яуза. Я хотел припасть к истокам губами. Вы через третий транспорт? Нет, я поехал к Москве реке. Голубушка. От винзавода. Яуза впадает в Москву реку, а не вытекает из нее. Насколько... Я и поехал к Устью. К Устью. К Устью. К Устью, да. Я впал вместе с Яузой в пробку. Понятно? Там пробка, да. Впал вместе с Яузой. Потом я толкался у Кремля. Я впал вместе с Яузой. Понятно? Потом я поехал на Тверскую. С Тверской на Волколамку тоннелем. С тоннеля я свернул вот сюда вот, где была березка в старое время на Соколе. Мимо березки. И дальше дворами, огородами прилетел сюда. Понятно? Я приезжаю. Тут все стоят, курят. Значит, коллективчик. И все говорят, Анушка уже 10 минут, как приехал, да. Мне говорят вот так. Анушка? Я говорю, да это зараза послала меня по Яузе, говорю я. Вот в чем дело. Ну я говорила, что вы первые приедете, честное слово. А, то есть ты уступала по достойчивому, да? По достойчивому, да. Спасибо тебе большое. Спасибо. В общем, относитесь критично. Значит, вот что я хочу сказать. Все, что говорит Анушка, не верьте, потому что она нарочно это говорит, чтобы вас проверить. Ванечка. Ванюш. А мы остановимся в какой гостинице? А он говорит, ну вы, я думаю, на ГРСКО. На ГРСКО. Они говорят, боже, как пошло. Пожарный съел взятку перед телекамерой. Это было уже, и мы читали об этом. 35 тысяч, что-то там, долларов или рублей? Внимание, это, да нет же. Ну, рублей, во-первых, а-вторых, пятитысячными. Всего семь купюр. Всего семь купюр. А, Сергей неспортивый. Всего семь купюр. Вот если бы по сотке или по тысяче, хотя бы вы бы тогда... Всего семь купюр, он не смог съесть. И сегодня на livenews.ru прекрасное видео. Там видно, как его заломали, бросили об пол темечком. Его затошнило? Нет, затылком об пол. Ты слушай внимательно. Его кидают затылком об пол. Он молодой еще мужчина. У него полный рот купюр по пять тысяч. 35 тысяч рублей купюрами по пять тысяч у него во рту. И он, знаешь, чего хотел в этот момент? Вот что ему не хватало в этот момент? Попить. Стакан воды, конечно. Ему не хватало слюны. Вот ровно это и говорят теперь следственные органы. Следственные органы говорят, ему не хватило слюны. Он не смог протолкнуть вот это пять купюр эти. Его, но я тебе хочу сказать, ситуация стрессовая. Если ты посмотришь видео, его катают по полу, потом ему на грудь ставят колено. Его держат за голову двое мужчин. Один оттопыривает щеки, другой лезет пальцами в рот. Третий держит за волосы. То есть ситуация... У меня когда Федор что-то не то, я смотрю, он что-то во рту держит. Я его так хватаю, вот так вот челюсть я так раздвигаю, и на челюсть пальцами там. Ковырять там. А он начинает сопротивляться, да-да-да, кричать, верещать. Если ты сейчас его не научишь, он потом, когда придет время, не сумеет проглотить 35 тысяч, Настя. Уф, можно. Понимаешь, да? Значит, учи его, тренируй, и у мужчины все время должно быть достаточно слюны. Все же все пригодится. Или плюнуть сквозь зубы, или смочить купюры, которые надо проглотить. Мало чего надо, слюна нужна все время, понимаешь, нет? Хочешь хорошо жить? Продай душу сатане! Я тебе объясню, как работает внутренний рынок. У меня прокололась шина, покрышка. На велосипеде. Велосипед дорогой, ну в смысле дорогой, ну дорогой для гасарбайтеров. Так недорогой, нет, 23 тысячи. Вот, значит, недорогой, нет, не 150 тысяч, 23. Скромный велосипед. Значит, я сказал своему джентльмену, который вот со мной работает джентльмен. Я ему сказал, говорю, вот я проколол колесо, сказал я. Хо-хо. Он посмотрел на меня и хитро улыбнулся. Когда я приехал вечером, колесо было сделано. Я спросил, где? Потому что мне надо везти было фиг знает куда. Этот самый, Триал Спорт, ну понимаешь, да? То есть ехать в Триал Спорт, Фу-Фу-Фа-Фа, там целая история. Я как раз ждал субботы, чтобы это сделать. Он говорит, я взял велосипед, довел его в руках до лепешечной. Лепешечная есть. Дальше внимание. Позади лепешечной. Там все, говорит, они трутся. Позади лепешечной. Я говорю, кто? Он говорит, ну народ там. С кем вы разговариваете? С человеком иностранцем. Иностранец. Да. Он говорит, позади лепешечной. Там полно народу, говорит. Там клуб у них типа, позади лепешечной. Где никто никогда не бывает. Да. И там, говорит, есть резиночки специальные. Ты берешь резиночку, там они все ремонтируют велосипеды. Говорю, сколько стоит? Он говорит, я так взял. А клей? Он говорит, клей дал немножко, 20 рублей. Там ему заклеили, все сделали, зачистили. Ацетоном. Послушай меня. У них есть свой собственный рынок. Понятно? Никакого триалспорта, не упаси Господи. Они идут к лепешечной. И позади лепешечной под забором. Да. Охренительная велосипедная мастерская. Понятно? Да, понятно. Все. Там сидит Саид, который делает всем велосипеды в округе. В то время, как мы, кретины, прописанные в этой местности, ездим в какие-то понтовые магазины, где, значит, все понятно, да? Ну, понятно, да. Если ты дошкандыбал до 60-65 лет и не помер, то ты теперь уже дальше на женщин смотришь с хохотом. Ха-ха-ха! А я пойду и проживу его этот вторник, 28 июня. В эфире русская служба новостей. Подъем! Четверг, 30 июня. РСН вчера победил в конкурсе на разработку чистоты в Петербурге. Вот это правильно. Да. Это очень хорошо. Мы вчера победили. Знаете, как мы победили? Расскажите, что это за конкурс такой? Что надо было делать? Послушай, значит, вчера у меня была следующая история. У меня вчера был конкурс, на который мне велено было явиться. И мне даже было сказано отдельно, что для моей машины заготовят место на стоянке, чтобы я потом, когда ехал, вот я еду, еду себе, подъезжаю, чтобы я сказал номер. Потому что меня пропустят куда-то в сокровенное, в логово зверя. То есть меня должны были запустить прямо в логово зверя, где было приготовлено место для стоянки. Понимаешь? Сверогном, да. Я знал, что это надругательство, Настя. Я знал. Я туда заведомо думаю, что тратите время зря. Я ехал? Ты сказала, я ехал? Да. Нет, нет, я выпил две таблетки валерьянки и спал. А как я мог ехать, когда я, может быть, во сне куда-то ехал? А вы знали, что поскольку точно ничего... Нет. Мне сказали непременно быть. Так. Я сказал, что они требуют, чтобы я явился туда как украшение собственного позора. Понятно, да? Ну да. Чтобы я явился на чертов конкурс и украсил им, своим появлением, свой позор. Ну да. Чтобы я рукоплескал... Среди присутствующих в зале были такие видные журналисты, как Сергей Даренко, главный... Да, да, типа обосравшись. В смысле, да, да, да. Представители проигравшей стороны. Да, да, да. Сергей Ильич, что вы можете сказать о том, как вы обделались только что здесь на конкурсе? Скажите, пожалуйста, вы вот здесь... Какие чувства вы испытываете? Обделавшимся, вы обделавшись, Сергей Ильич, вот что вы чувствуете, Сергей Ильич? Вы только что обделались торжеством, причем публично, публично, скотина. Покажи с вами личико, ну-ка улыбнись, тварюга. Это так ко мне обращались бы журналисты. Я, естественно, не поехал. Я решил так, что если мы клевые, то мы все равно клевые. Без всякого моего пиара и без всякого моего проталкивания. Правильно? Конечно. А если мы, если мы будем не признаны в качестве клевых, потому что там были вести, но ВГТРК, ВГТРК с нами дралась, Серебряная дождь и КП, Комсомольская правда. Ну, там еще кто-то, значит, там шелупень какая-то. Не важно. Слушай, и это самое. Я думаю так. Если они понимают... Нет. Вы как? Если они достаточно интеллектуальны, чтобы понять нашу гениальность, эти животные из конкурсной комиссии. Ну, в хорошем смысле. Если они достаточно интеллектуальны, ну, хотя бы до степени крысы интеллектуальны. Слушай, сейчас вся конкурсная комиссия нас внимательно слушает. Я тебе серьезно говорю сейчас. Потому что если они... Впрочем, как... Хорошо, окей. Хорошо, подниму их до пуделя. Если они... И овчарки. Если они достаточно интеллектуальны, хотя бы на уровне пуделя, овчарки и золотого ретривера, значит, и понимают, что мы есть высшие существа, абсолютно гениальные и так далее, то они, естественно, отдадут нам победу, сказал я. Если же они достигли интеллекта тараканов, муравьев и так далее, и не могут стяжать выше никаких позиций в мире животных, то зачем я к ним вообще поеду? Понимаешь, да? Да. И я не поехал, Настя. А кто поехал? Я настолько не поехал, нет, я настолько не поехал, что я даже вчера не вел подъем, как ты знаешь. Я возлежал, медленно втягивая в себя шаток-адиллак. Вот. Медленно. Причем медленно. В этом сосредоточенность была на медлительности. И вдруг мне приходит смс-ка. Мы выиграли, Питер. Ха-ха! Скажи, пожалуйста. Мы выиграли, Питер. Мать! Я знаю теперь, что у меня будет это место ссылки. Мы там сделаем бюро. У нас будет Питерское бюро отдельное. Бюре АОУ. Бюре АОУ. Будет написано огромными буквами. Понимаешь? Да, на черном фоне. На черном фоне. Бюро! Бюро, да. Питерское бюро. И туда в ссылку поедут. Так. Мама. Нет. А ножка? Нет. Нет, пожалуйста. Да ладно, я сам туда поеду. Я сам перееду в Питер. Давайте, попробуйте. А что мы будем? С видом на реку. Продай мне квартиру. А я продам. У тебя есть квартира в Питере? Да. Продай мне квартиру. Реки нет, но канал есть. Мне, ну нет, канал мне не катит никак. Потому что канал... А промобически, это самое, Новая Голландия. Упаси, Господи. В каналах дохлые кошки. Нет. Дай мне реку. Дай мне реку. Дай мне стрелку Васильевского острова. Дай мне, пожалуйста, виды. А что ты говоришь? Я должен довольствоваться дохлыми кошками по каналу... Сейчас я вам распечатаю. На канале Грибоедова еще не хватало мне. Нет, никакого Грибоедова, Боже мой. А потом, вы знаете, что эти каналы, это на самом деле реки. Единственный искусственный канал, это обводный канал. Все остальные это реки. Видел эти шприцы на ступеньках у этих рек. Видел этих хануриков, которые там колются. Не надо. Дай мне Неву. Дай мне Неву и стрелку Васильевского острова. Вы думаете, на Неве не колются? На Неве колются. Но Нева столь масштабно, что они там теряются в перспективах. Понимаешь? В этих всех огромных. Все. Итак, РСН выиграл вещание в Петербурге. Я сам не знаю, что это значит. Потому что мы выиграли... Главное, вы не знаете, что такое разработка чистоты. Да, 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 да. Внимание, я сейчас скажу. Мы выиграли разработку чистоты. Я не знаю, что это значит. Возможно, мы должны явиться с плугами и что-то разрабатывать, взад-вперед пропахивать какую-то чистоту. Нас спрашивают, когда вы начнете там вещать? Полагаю, это не имеет значения, товарищи. Когда вы начнете ее разрабатывать. Абсолютно не имеет никакого значения. Главное, что мы выиграли. Это главное. Право на разработку чистоты. Что это значит, я даже еще не затруднился узнать. Ура! Может статься, что Иванов, Сидоров, Абдурахманов, значит, Пропердыкин, какой-то Шпунтиков, Фарточкин, значит, и прочие дурачков, говнов и так далее все вместе. А вместе получится одно единое достоинство, как белый свет. Знаешь, как длиноносый будет по-китайски? Нет, а вы знаете? Да, знаю, да. Ну, расскажите. Да, бидзе. Да? Да, да, бидзе, да. Запомнила. Я тебя объясню, почему? Я тебя объясню, почему? Первый человек, который пришел туда с длинным носом, с длинным носом, с длинной, такой хреновиной, с длинной хреновиной на лице с такой. Его спрошу, как его зовут. Он говорил, да, бидзе, я да, бидзе. Теперь, это не шутка. По-китайски, эй, ты думаешь, что я шучу? Нет, нет, ни в коем случае. Ау, прошу тебя, пожалуйста, не думай, что я шучу. Да, бидзе, это длиноносый, так называют иностранцев, да. Ах, иностранцев всех так называют. Длиноносик, волосатик, потому что у нас руки волосатые, это их шокирует. Руки и ноги волосатые, они не понимают, как это может быть. Вот, значит, серьезно, они думают, что мы помесь с обезьяной, понимаешь? Вот, и это самое. Длиноносики, волосатики, чужаки еще. Долголетие, как ты знаешь, есть свойство гармонии. А я пойду и проживу его этот четверг, 30 июня. Русская служба новостей. Русновости.ру Подъем! Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Русская служба новостей. Москва. 107.0.FM. Подъем! Русская служба новостей. В движении. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Мы делаем новости.